Наталья Александровна Островская Воспоминания о Тургеневе Воспоминания о Тургеневе Муаристка познакомилась, по всей вероятности, в конце 50-х, начале 60-х годов, в то время, когда она была женой Грибовского, приятеля Герцена Аненкова Огарева. Герцен рекомендовал Тургеневу Грибовского как отличного соотечественника. Тургенев в письме к Людвигу Пичу замечал, характеризуя Грибовского, «это порядочная прямая натура так же, как и его жена». Тургенев Письма, том 10, страница 399 Воспоминания Островской исследователи русской классической литературы относят к числу наиболее достоверных и содержательных. Вот, как оценивает мемуары Островской, Чуковский, собиравшийся их издать полностью, я только что прочел ее воспоминания и ни одной тусклой страницы, о ком бы она ни писала, о цензоре Бикетове, о Добролюбове, Островском, Тургеневе, все так и сверкает у нее под пером. И еще одно достоинство воспоминаний Татариновой. Они правдивы почти в каждой строке. Я проверял по другим материалам ее воспоминания о Тургеневе и был поражен, до какой степени точна ее память. И еще один важный штрих, упомянутый в небольшой статье Метальникова о личности его бабушки. У Татариновой действительно был литературный талант. Ум у нее был насмешливый. Добролюбов называл ее «женский щедрин». После смерти Грибовского Наталья Александровна вышла замуж за брата драматурга Александра Николаевича Островского Андрея Николаевича Островского. Впервые воспоминания Островской были опубликованы не полностью и с цензурными купюрами в газете «Волжский вестник». 1884 год. Номера. 143, 148, 154, 160 за 2, 9, 16, 23 декабря. 1855 год. Номер 5 и 11 за 6 и 13 января. В 1915 году напечатаны по рукописи со многими дополнениями дочерью автора мемуаров Островской. Воспоминания, к сожалению, напечатаны не только с дополнениями, которые, по всей вероятности, были написаны самим публикатором, но и подверглись редактуре, во многом лишившей воспоминания самобытности. Впервые об этом написал Громов в двух своих публикациях «Русская литература», 1973 год, номер 2, страница со 138 по 144. Сборник «Тургенев и его современники. Ленинград», 1977 год, страница со 190 по 212. В настоящем издании «Воспоминания» впервые печатаются по беловой рукописи, хранящейся в Цгале. В 1864 году я уже была несколько лет замужем. Эти годы провели мы за границей. Мы и нарочно отправились после сезона, чтобы судить о Бадене в будничном виде. Грибовские приехали в Баден-Баден, скорее всего, осенью 1865 года. В мемуарах упоминается о начале работы Тургенева над романом «Дым», относящимся к ноябрю 1865 года. Осень стояла в тот год дождливая. Выходить приходилось с дождевым зонтиком во время прогулок по Баденскому парку, вероятно, прекрасному летом, но очень грустному и пасмурному в осенние дни. Все соединилось, чтобы Баден произвел на меня самое неприятное впечатление. Только одно было утешение. «Тургенева увижу, с Тургеневым познакомлюсь». Он строил тогда себе дом в Бадене и сам жил на квартире. Мы в шутку прозвали его за талант и красоту богом богов Юпитером, олимпийцем, а в сокращении звали его просто богом. «Я иду к богу», — объявил нам Петр Михайлович. «Муж Натальи Александровны Островской». Мы все встрепенулись и стали ждать с нетерпением его возвращения. Он возвратился очень скоро. «Что, должно быть, не застал?» — спросила я. «Вот не застал». Подошел я к его двери и расхохотался. На двери наклеена бумажка с надписью крупными буквами по-французски и немецки. «Мсье Тургенева нет дома». Я оставил карточку и свой адрес и просил дать знать, когда его можно будет застать дома. К вечеру получена была записка следующего содержания. «Мне было очень приятно узнать, что вы в Бадене. Жду вас завтра в одиннадцать часов». На следующий день Петр Михайлович просидел у Тургенева дома. «Ну что?» — спросили мы в один голос, когда он вернулся. Вместе с Натальей Александровной Островской путешествовала юная родственница ее мужа Саша Грибовская. «Ну, ничего», — передразнил он. «Сегодня уговорились мы с ним вместе обедать, и вас, так и быть, уж возьму с собой». «Наконец-то я его увижу вблизи», — воскликнула я. «Приведет он еще с собой Авдеева». «Какого Авдеева?» «Подводный камень?» «Его самого». Роман «Подводный камень», 1860 год. Авдеев посвятил Ивану Сергеевичу Тургеневу. «Об чем же вы еще с Богом говорили?» — спросила я. «Толковали мы об охоте. Обещался он мне достать приглашение на облаву от здешнего охотничьего общества. Ну, ее твою облаву неинтересно. Стал быть, ты глупа, если облава тебя не интересует. Ведь не об одной же охоте вы говорили. Чуть не об одной. Хвалился он мне, что дом хороший строит, что Баденом он очень доволен и вообще своей судьбой. Об одном, говорит, теперь Господа Бога молю, чтобы батюшка вторник был похож на батюшку понедельник. Только вот что скверно, не советует он нам здесь поселяться». «А что?» — спросила я, с трудом скрывая свою радость. «Мне, — говорит, — здесь хорошо, потому что мне нужен только покой, да чтобы около меня были близкие люди, то есть Виордих, конечно». Спрашивал я его, зачем это он такую записку наклеил на дверь. «А оказывается, и здесь в покое его не оставляют, лезут, кто за советом, кто с изъявлениями чувств». «А что, он ничего не пишет?» «Уверяет», — продолжал Петр Михайлович, — «совсем бросил писать». «Ну да надо надеяться, что это жалкие слова». Собраться к обеду уговорено было у ресторана и горного дома. Когда мы подошли туда, Славочки перед рестораном поднялся к нам навстречу Тургенев. Я сейчас же его узнала, хотя он посидел и постарел с той поры, как я видела его в Петербурге. За обедом Иван Сергеевич толковал с Петром Михайловичем об охоте, да Авдеев бронил русские порядки. «Я все всматривалась в Тургенево», — замечала каждое его движение. «Что это?» — произнесла Саша своим осуждающим тоном. «Я думала, Бог — совершенный джентльмен, а на нем были грязные перчатки. Так не камильфотно». А мне вот именно в нем и понравилось, что он совсем не то, что называется камильфотным. По рассказам я воображала, что он вроде лордов, что описываются в английских романах, а он, напротив, настоящий русский помещик, совсем простой человек, без претензий. Раз принес Петр Михайлович листок маленькой газетки, посмотри, какую пакость Бог получил сегодня. То был номер газеты «Плюю на первого встречного». «Человек не выдаст, свинья не съест». Под заглавием стояло «Подписка не принимается, подписчиков выбирает сама редакция». «Бог не выдаст, свинья не съест» — журнал русских студентов в Гейдельберге, выходивший в 60-х годах. Его редактором был Де Роберти. В примечании от редакции говорилось, подписываться на «Бог не выдаст, свинья не съест» нельзя, редакция сама назначает подписчиков. Тургенев входил в их число. В этом номере был какой-то гадкий намек, уже не помню какой именно. Вот на что намекалось в пасквильном тоне. «Перед моей последней поездкой в Россию, — рассказывал Тургенев, — приходит ко мне Бакунин и просит припроводить к нему каким-нибудь образом его жену, которая находилась тогда в Москве. Я обещал, накануне моего отъезда из Парижа, является он опять таинственной, с тетрадкой в руках, сует мне тетрадку. Вот тебе наш тайный шрифт на всякий случай. Зачем мне шрифт? На какой случай? А чтобы жену мою отправить? Может быть, понадобится?» «Однако шрифта я не взял. Съездил я в Россию, жену ему припроводила и вернулся за границу. А он, между тем, написал мне вдогонку письмо с какими-то инструкциями, и не только прямо по почте, но даже подписался полным именем. Письмо это, конечно, попало куда следует. К счастью, пришло оно в Россию, когда меня уже там не было». Островская не совсем точно передает историю событий, предшествующих вызову Тургенева в Сенат по так называемому «делу 32». В мае 1862 года Бакунин при встрече с Тургеневым в Лондоне обратился к нему с просьбой помочь переправить его жену Бакунину из Иркутска, где она оставалась после побега мужа из Сибири летом 1861 года, в Тверскую губернию к его родственникам. Об этом же он просил Тургенева в письме от 23 октября нового стиля 1862 года, на что Тургенев отвечал ему «Я немедленно приступлю к исполнению того, что ты желаешь насчет твоей жены». Тургенев, письмо, том 5, страница 60. По приезде в Россию Тургенев исполнил свое обещание, получил официальное разрешение на выезд жены Бакунина, добился свидания с его братьями, заключенными в ту пору в Петропавловскую крепость, выяснил у них возможность приезда в их семью Бакуниной, судил последнюю необходимой суммой денег. Об этом подробно в ответах Тургенева на допросные пункты, письма том 5, страницы 395-396. Это первое приключение. Второе. Когда я езжу в Россию, я обыкновенно беру с собой особенный чемодан для разных посылок от знакомых. И в этот раз натаскали мне множество свертков, бумаг, писем и всего на свете. Я все уложил, конечно, чужих бумаг не читал, чужих писем не распечатывал. Чемодан этот отправил я с другими вещами транспортом. Ждал я его, ждал, так и не дождался. Пропал он. А пропал он недаром. Читали вы роман Лескова «Некуда». Помните, там есть русский революционер. Не помню, как переделана его фамилия. Он еще возбуждает почти всеобщее отвращение, особенно в женщинах. Ну так это действительное лицо. Некто не Чапаренко. Не Чапаренко этот, когда я уезжал из России, въезжал в нее и вез с собой портфель с прокламациями, письмами и целым списком агитаторов. На границе, на дебаркадере, что-то ему показалось, чего-то он струсил, бросил этот портфель просто под лавку. Сам сел поскорее в вагон и укатил в Малороссию. Портфель этот нашли. Отыскали его самого. Арестовали. И арестовали всех по письмам и по списку. Между прочим, в одном письме было сказано, что известный писатель Тургенев взялся передать в Россию прокламации, инструкции и прочее. И мой чемодан отыскали. А я сижу себе спокойно в Париже. Ничего не подозреваю. Нечипоренко, привлекавшийся по делу 32-х, сообщил в своих показаниях, что через Тургенева он передал письмо к Серна Соловьевичу и несколько десятков экземпляров воззваний, перепечатанных из колокола о пожертвованиях в общий фонд, средства которого предназначались для помощи политическим эмигрантам и на революционную пропаганду. Тургенев письма, том 5, страница 696-я. Нечипоренко выведен в романе «Лескова некуда» под фамилией Пархоменко. «В одно прекрасное утро будят меня, — говорят, — какой-то чиновник из посольства меня спрашивает. Выхожу, вижу, канцелярская фигура. Вынимает он бумагу, развертывает, откашливается и, знаете, этим громким русско-чиновничьим голосом читает. Приказывается мне немало-немедля явиться в Петербург для объяснений, иначе именье мое конфискуют и так далее, и так далее. Все последствия». Официальный вызов в Сенат, а не в третье отделение, был вручен Тургеневу 22 января, 3 февраля 1863 года. Однако до этого Аненков в письме от 1-го, 13-го января 1863 года предупредил Тургенева «О предполагаемом вызове в Россию». Тургенев письма, том 5, страница 537. «Так и так говорю, что мне делать?» «Что делать?» «Ехать, конечно». И стал он меня успокоивать, уверять, что это пустяки. «Пустяки ли, нет ли, — говорю, — а я не поеду». Он так и подпрыгнул. «Как не поедете?» «Так не поеду. Очень вероятно, что все это кончится вздором. Но я старик, больной. Пока я оправдаюсь, меня там затаскают». Пробовал он меня урезонить, я стоял на своем. Наконец он придумал. «Вот что! Я знаю, что государь вас любит как писателя. Напишите прямо ему совершенно откровенно». «Пожалуй». «Только я к царственным особам писать не умею». Велел он сочинить послание у себя в канцелярии. «Приносят мне, чтобы я переписал своей рукой». Читаю. «Припадаю униженно к стопам вашего величества» и тому подобное. Еду опять в посольство. Такого письма я не подпишу. А сам все-таки сочинить не умею. Наконец, кое-как сочинил я сам, отправили». В 1862-1868 годах русским послом в Париже был барон Бутберг. 25 января, 6 февраля 1863 года Тургенев сообщал Аненкову. «Меня действительно требуют назад в Россию. Немедленно я ехать не могу. А потому, с одобрения нашего здешнего посланника Бутберга, написал письмо государю, в котором прошу его сделать мне милость и велеть выслать мне допросные пункты». Тургенев, письма, том 5, страница 89-я. Письмо Александру Второму было составлено Тургеневым с помощью Милютина, о чем свидетельствует запись в дневнике Милютиной. Николай Алексеевич принял живейшее участие в составлении отправки этого письма. «Прометей», том 2, Москва, 1967 год, страница 336-я. «Жду я, что-то будет. Вызывают меня в посольство. Вам, — говорит посланник, — оказана особенная, неслыханная милость. Приказано сообщить вам, в чем вас обвиняют. Вот бумага». Прочел я, вижу, действительно пустяки. И решился ехать. Приезжаю в Петербург. Являюсь в третье отделение. Привели меня в большую залу, большой стол, на столе зерцало. Кругом сидят генералы и все знакомые. Говорят они мне, извините, Иван Сергеевич, посадить мы вас не можем. Сделали мне несколько пустых вопросов. Перепроводили в отдельную комнату. Посадили, положили передо мной толстую, переплетенную тетрадь. Видите, говорят, тут в нескольких местах заложено бумажками. Где заложено, там дело вас касается. Просим вас письменно ответить на вопросы. Ушли. Вопросы оказались вот в каком роде. С кем? Где? При каких обстоятельствах вы были знакомы? Знаете ли вы политического преступника Герцена? Есть ли у вас его портрет? И тому подобное. Я отвечал, если бы всю эту тетрадь исписать вдоль и поперек, то не достало бы места, чтобы поместить одни имена всех тех, кого я знал в жизни, и потому отвечать на вопрос о моих знакомых нет для меня физической возможности. Герцена я не только знал, но был с ним дружен. — Портретов его у меня не один, а несколько. Ответил я на все пункты и думаю. Ведь мне не запрещали читать остальное. Стал я перелистывать тетрадь. Оказалось, все допросы разных лиц. Ну и, надо признаться, немного я тут нашел мужества. Один господин, например, явно страшно струсил, стал путать правых и виноватых, совсем растерялся. Пишет даже, что в таком-то году, когда он был еще мальчиком, такой-то учитель, такой-то гимназии его совращал. Потянули учителя. Тот несчастный возопил. Помилуйте. Ни душой, ни телом не виноват. И в гимназии-то он не был. И понятия я об нем не имею. Был, однако, один ответ. В том, в чем меня обвиняют, я не виноват. Но если хотят знать мое убеждение, так вот какие они. Я их не скрываю. И если хотят казнить за убеждение, так пусть казнят. Вероятно, погиб человек ни за что, ни про что. Дело мое кончилось ничем. И вот с тех пор в известных кружках начались обо мне сплетни. Недаром, дескать, меня не упекли. Должно быть, я на кого-нибудь донес. А Нечипаренко засадили за три девять замков. И он умер в тюрьме до окончания следствия. Ну и, конечно, попал в мученики. Среди осужденных по делу 32-х, назвавших наследствие людей, связанных с политической эмиграцией, был Нечипаренко. Нечипаренко всех и все выдает, писал Тургенев о его поведении на допросах. Тургенев, письма, том 5, страница 95. Зашел разговор о тогдашнем новом поколении. «У нас, людей сороковых годов, — сказал он, — было содержание без воли, а у них есть воля без содержания». В беловой рукописи роману «Отцы и дети» был предпослан эпиграф, смысл которого близок к приведенному Островской афоризму. «Молодой человек человеку средних лет, в вас было содержание, но не было силы, человек средних лет, а в вас сила без содержания». Из современного разговора. Тургенев, сочинение, том 8. «Говорили об Герцене. Он теперь в положении короля Лира, — сказал Тургенев. «Кстати, о Герцене, — сказал Авдеев, — я на этой неделе хочу съездить в Женеву на несколько дней. Не будет ли у кого каких поручений?» «Женеву? — Зачем это? — спросил Иван Сергеевич. — У меня там хорошие знакомые, хочу с ними повидаться». «Поручение?» «Будет вам от меня поручение, ведь вы, вероятно, увидитесь с Герценом». «Конечно». «Так спросите его от меня, прямо от меня. Неужели наша долголетняя дружба так навсегда и кончилась?» Лицо у него затуманилось, голос звучал грустно. Авдеев съездил в Женеву и возвратился. «Говорили вы с Герценом. О чем вас спросил Тургенев?» «Спросили мы его». «Говорил. Он совсем помешался, вздор какой-то толкует, уверяет, будто Иван Сергеевич встретил его в Луврской галерее и отвернулся от него». «Передавали вы это Ивану Сергеевичу?» «Передал». «Что же он?» Плечами, пожалуй, огорчился. В июле 1863 года Тургенев сообщил Герцену «Я прекратил переписку с тобою. Наши мнения слишком расходятся». Тургенев, письма, том 5, страница 146. Между тем, Тургенев и Герцен до этого времени часто выступали как идейные союзники. Писателей, принадлежавших к поколению 40-х годов, объединяла борьба с крепостным правом, горячее желание пробудить сознание народа самого и правительства, стремление к демократизации русской общественной жизни. Но в начале 60-х годов резко обнаружилась разность идейных позиций Герцена и Тургенева. Они разошлись и в оценке крестьянской реформы, и в отношении к революции, необходимость которой для полного и бескомпромиссного решения крестьянского вопроса в конце концов признавал Герцен, и во взгляде на пути общеевропейского развития, в какой-то мере под влиянием этих успехов, в процессе полемики были написаны Герценом «концы и начало». Герцен был крайне недоволен пассивным с его точки зрения отношением Тургенева к польским событиям, отсутствием, как ему казалось, каких-либо положительных общественных идеалов у Тургенева, своеобразным нигилизмом устали. Ответы Тургенева на допросные пункты, где подчеркивалось несогласие с политической платформой лондонской миграции и его письмо Александру II, вызвали язвительные и горькие строки Герцена в колоколе о раскаившейся седовласой Магдалине, адресованной Тургеневу. Это последнее выступление Герцена привело к разрыву всяких отношений с Тургеневым, который длился до 1867 года. «Остались у меня в памяти его слова о Гарибальде». «Гарибальде», — отозвался Тургенев, — «часто кажется совсем обыкновенным человеком, даже недалеким, но иногда вдруг поразит истинно гениальной мыслью». Тургенев сочувственно относился к освободительной борьбе в Италии, возглавляемой Гарибальде. «А каков Гарибальде», — писал Тургенев, узнав о новом походе вождя итальянских патриотов. «С невольным трепетом следишь за каждым движением этого последнего из героев». Тургенев, письма, том 5, страница 40. В 1873 году Боткин послал моего мужа в Карлсбад. Прямо против окна, под навесом гостиницы, сидел и разговаривал с дамой средних лет высокий красивый старик. «Как он похож на Тургенева?» — подумала я и сказала. «Петр Михайлович, посмотри, как этот господин похож на Бога». «Да это он и есть», — радостно воскликнул Петр Михайлович. «Я пойду к нему». «Вы, вероятно, не узнаете меня», — сказала я, подходя к Тургеневу. «А вы меня, говорят, узнали», — отвечал он, добродушно улыбаясь. «Я не была уверена, что это вы. Вы мне только показались похожим на себя. Вы давно здесь?» «Недели две». «Здесь, кажется, страшная скука. Я приехал только вчера. Сегодня я уже подумывал бросить все и вернуться в Париж». Тургенев очень скоро сделался своим между нами. «Вы, симбирские, скажите, как там живут теперь?» «Какое там общество?» — спросил Тургенев. «Живут прискушно», — отвечал Петр Михайлович. «Общество прискверное». «А ведь Симбирск был когда-то центром». «Я знавал некоторых симбирских. Во-первых, Николая Ивановича Тургенева. Я его очень любил. Любил я его, главное, за то, что, прожив столько лет вне России, он сумел остаться не только вполне русским, но еще настоящим русским степным помещиком. «Вы, конечно, знали еще языковых?» — спросил я. «Конечно, знал. Я знаком был с Зиновьевым. Он был человек не злой и порядочный, только невыносимый. У него бывало все государственные дела, вечно он был озабочен. Я его об одном просил. «Сделайте милость, Зиновьев! Не застегивайте при мне сюртука!» Так он важно пуговицы застегивал, что на нервы действовал. Я пробовал его изобразить в повести, которая должна была войти в состав записок охотника. Представлено было два помещика. Один Зиновьев. В своей деревне все распоряжался, все порядок водворял, мужиков обстроил по своему плану, заставлял их есть, пить, дышать по своей программе. Ночью вставал, обходил избы, будил народ, всех наблюдал. Другой был немец, рассудительный, аккуратный, но у обоих мужикам было плохо. Только Зиновьев вышел у меня до того поразительно похожим на Николая Павловича, что нечего было и думать печатать. Цензура ни за что бы не пропустила. Мемуаристка передает содержание незавершенного очерка, предназначавшегося для записок охотника, под названием «Русский немец и реформатор». Литературное наследство. Том 73, книга 1, страницы 25. Куда у вас делся этот рассказ, спросил Петр Михайлович? Не знаю, право. Может быть, уничтожен, а может быть, в деревне валяется. У меня там есть старый портфель с разными ненужными бумагами, ведь у меня было заготовлено много рассказов для записок охотника, которые так и не попали в печать. О неосуществленных замыслах рассказов для книги «Записки охотника» в собрании сочинений Тургенева, том 4, страницы с 461 по 478. Помню, между прочим, был рассказ об истинном происшествии. Бывший студентом, как видите, это было очень давно, но приехал я летом в деревню охотиться. На охоту водил меня старик из дворовых соседнего именья. Вот раз ходили мы, ходили по лесу, устали, сели отдохнуть. Только вижу я, старик мой, все осматривается, да головой покачивает. Меня это, наконец, заинтересовало. Спрашиваю, ты что? Да место, говорит, знакомое. И рассказал он мне историю. Как когда-то на этом самом месте барина убили. Барин был жестокий. Особенно донимал он дворовых. Конечно, потому что они находились с ним в более близких сношениях, чем крестьяне. Вот дворовые изговорились вытащить его из дому ночью куда-нибудь подальше и покончить с ним. Старик мой был еще тогда мальчишкой. Он случайно подслушал разговор и в ту ночь следил за заговорщиками, видел, как тащили барина с завязанным ртом, чтобы он не мог кричать, бежал за этой процессией сторонкой. Когда они пришли в лес, он спрятался в кустарник и оттуда все видел. Были страшные подробности. Например, повар набивал барину рот грязью. В тот день шел дождь, приговаривая, чтобы он его кушанья попробовал. О замысле рассказа «Землеед», предназначавшегося для записок охотника Тургенев, сообщал Аненкову в письме от 25 октября, 6 ноября 1872 года. В этом рассказе я передаю совершившийся у нас факт, как крестьяне уморили своего помещика, который ежегодно урезал у них землю, и которого они прозвали «Зато землеедом», заставив его скушать фунтов 8 от личнейшего чернозему. Сюжетик веселенький, как изволите видеть. Тургенев письма, том 10, страница 15. Был у меня еще рассказ, писанный с натуры, только тот мне просто не удался. Сюжет был не для меня, сюжет годился бы для щедринского таланта. У матери моей пропала шкатулка с деньгами. Подозрение пало на караульщика, отставного солдата. Нарядили следствие. Допрос происходил во флигеле. Флигель был разделен на две половины. В одной половине расположилась маменька со своими лекарствами, пилюлями, каплями. В другой заседали мой дядя, предводитель дворянства, принимавший участие в следствии по родству, становой и священник, который обязан был увещевать вора. Я был еще мальчик. Мне очень хотелось присутствовать при этой истории, и так как я знал, что меня оттуда выгонят, то я потихоньку пробрался в темный чуланчик и из чуланчика смотрел и слушал. Прежде всего, вышел на сцену поп, крякнул и стал увещевать. Потом стоновой затопал, заорал. Из соседней половины раздавались стоны, истерические вскрикивания. Дядя бегал к маменьке, уговаривал ее, «Будьте благоразумны, поберегите себя ради ваших детей». Прибегал назад, принимался уговаривать преступника возвышенным слогом и тоном благовоспитного дворянина. Вор не признавался. В комнату, конечно, набрался народ. Между прочим, стоял другой отставной солдат и все усмехался. Наконец дядя его заметил. «Ты что смеешься? Знаешь разве что? Дадите мне, ваше благородие, пять рублей. Найду деньги». Стоновой на него кричать. «Ах ты, мошенник!» Заодно. Но дядя догадался, пообещал пять рублей. «Прикажите, — говорит ваше благородие, — у него в дегтярке посмотреть. У нас в полку все в дегот деньги прячут. Как он это сказал? Тот в ноги». Один день мне особенно памятен. Мы после обеда отправились пить кофе в садик при одной из многочисленных калсбатских кофеен. Нам подали столик, стулья. Мы уселись и просидели тут до вечера. Мы не заметили, как садик стал наполняться, как явилась музыка. Мы почти не замечали музыки. Только досадовали, когда она заиграет слишком громко и заглушит его голос. «Поэты недаром толкуют о вдохновении», — говорил Тургенев. «Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не внушает им готовых песен, но особенное настроение, похожее на вдохновение, бывает». Находят минуты, когда чувствуешь желание писать. Еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что писать надо. И писаться будет. Здесь Тургенев явно перекликается с Афанасием Фетом, имея в виду строки стихотворения «Я пришел к тебе с приветом». Вот именно это поэты называют приближением Бога. Я, например, какой я творец? Мы хотели было протестовать, но он улыбнулся нам и продолжал. «Я только подобие творца», — а испытал такие минуты. И эти минуты есть единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто писать бы не стал. После, когда приходится приводить в порядок, что носится в голове, излагать на бумагу, начинается мученье. «Вот я вам расскажу, как явилась мне мысль маленького рассказа, который вы, может быть, помните, Ася». «Как не помнить?» — воскликнул я. «Ну так вот, как это было. Я проездом остановился в маленьком городке на Рейне. Вечером от нечего делать поехал я кататься на лодке. Вечер был прелестный. Ни об чем не думая, лежал я в лодке, дышал теплым воздухом, смотрел кругом. Проезжаем мы мимо небольшой развалины. Рядом с развалиной домик в два этажа. Из окна нижнего этажа смотрит старуха. Из окна верхнего высунулась головка хорошенькой девушки. Тут вдруг на меня нашло настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, какая она, зачем она в этом домике, какие ее отношения к старухе. И как тут же в лодке и сложилась у меня в голове вся фабула рассказа. А то вот еще в затишье, в сцене свидания, мне никак не давалось описание утра. Только раз сижу я в своей комнате за книгой, вдруг точно меня что-то толкнуло, что-то прошептало мне. Невинная торжественность утра. Я вскочил даже. Вот они, вот они настоящие слова. — Говорят, Зант, — заметил Петр Михайлович, — писала так легко, что писала прямо набело. Да, она долго вынашивала это в себе. У каждого своя манера работать. Со мной бывает разно. Чаще всего меня преследует образ, а схватить его я долго не могу. И странно, часто выясняется мне какое-нибудь второстепенное лицо, а затем уже главное. Об этом же рассказывает в своих мемуарах о Тургеневе Половцев. «Трудно сказать, как это делается, — говорил писатель, — сперва начинает носиться в воображении одно из будущих действующих лиц, в основе которых у меня почти всегда лежат реальные лица. Часто лицо, которое занимает вас, не главное, а одно из второстепенных, без которого, однако, не было бы и главного». Половцев, воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе, царь-колокол, иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 год, Москва, 1866, страница 77. Так, например, в Рудине мне прежде всего ясно представился Пегасов, как он заспорил с Рудиным, как Рудин отделал его, и после того уже и Рудин обрисовался. Иной раз напишешь с вечера сцену, как будто хорошо. На другой день перечтешь и придешь в отчаяние. Кажется, если бы сам черт насмех водил твоим пером, хуже бы не могло выйти. Так мучаешься над каждой страницей. Я обыкновенно, когда кончу какую-нибудь вещь, перечту, перепишу окончательно набело, и уж больше не перечитываю, дам прочесть кому-нибудь, кто я знаю, что мне правду скажет, Аненкову, например, а там уж прямо отправляю в печать. Лицо Базарова до такой степени меня мучило, что бывало сяду я обедать, оно тут передо мной торчит. Говорю с кем-нибудь, а сам придумываю, что бы сказал Базаров на моем месте. У меня есть вот какая тетрадь разных предполагаемых разговоров а-ля Базаров. В Базарове есть черты двоих людей. Одного медика. Ну, да на того он похож больше внешностью. Да и медик этот побаловался, побаловался и кончил тем, что все бросил и стал заниматься одной медициной. Главный материал мне дал один человек, который теперь сослан в Сибирь. В литературе о Тургеневе высказывалось предположение, что одним из прототипов Базарова был Якушкин. Чернова об одном знакомстве Ивана Сергеевича Тургенева в журнале «Вопросы литературы» 1961 год, номер 8. Я встретился с ним на железной дороге. Благодаря случаю я мог узнать его. Наш поезд от снежных заносов должен был простоять сутки на одной маленькой станции. Мы уж и дорогой с ним разговаривали, и он меня заинтересовал. А тут пришлось с ним ночевать вместе в каком-то маленьком чуланчике на станции. Спать было неудобно. Мы проговорили всю ночь. — А он знал, кто вы? — спросила я. — Не знаю, вероятно, знал, но это его не стесняло. Он не считал нужным скрываться ни перед кем и не рисовался нисколько. Он был вполне совершенно прост. К утру нам захотелось спать. В комнате был диван и стул. Он предлагает мне лечь на диване. Я начал было церемониться. Да вы не церемонитесь. Вы на стуле не заснете, а я могу заснуть. Как и когда хочу. Я усомнился. Он говорит. Это дело выдержки и воли. Вот увидите, через пять минут я буду спать. Сел на стул, сложил руки на груди, закрыл глаза и действительно через несколько минут заснул. Он говорит, в Сибири имеет большое влияние на ссыльных. Рассказывали мне об нем вот какую штуку. Там, куда его сослали, зачем-то нужно было вырыть и перенести на другое место какое-то большое дерево. Он сказал, что может сделать это один. Ему не поверили. Он перенес, надорвался и долго болел. Будто бы подобными выходками он главным образом и приобрел влияние. Разговорились мы об отцах и детях. Разбор Писарева необыкновенно умен, сказал Тургенев. Я должен сознаться, что он почти вполне понял, что я хотел сказать Базаровым. Статья Писарева «Базаров» была опубликована в мартовском номере «Русского слова» за 1862 год. Писарев впоследствии не раз возвращался к образу Базарова в статьях «Русского слова». Нерешенный вопрос. 1864 номера с 9 по 11. Посмотрим. Новый тип. Мыслящий пролетариат. 1865 номер 10. Подробнее о полемике вокруг отцов и детей в первом томе настоящего издания в воспоминаниях Елисеева, Водовозовой и комментариях к ним. Из всех обвинений за отцов и детей, заметил Петр Михайлович, я согласен с одним, что лицо Базарова не окончено, ведь он описан такими красками, что опиши так юность Наполеона. Не будет неправдоподобно, а между тем в романе он не действует. Весь роман основан на любви. И умирает он случайной смертью. Точно вы сами не знали, что с ним делать. Да. Я и действительно не знал. Я чувствовал тогда, что народилось что-то новое. Я видел новых людей, но представить, как они будут действовать, что из них выйдет, я не мог. Мне оставалось или совсем молчать, или написать только то, что я знаю. Я выбрал последнее. В письме к Случевскому Тургенев утверждал, что в Базарове он хотел изобразить лицо трагическое, обреченное в силу самих жизненных условий на погибель. Тургенев письма, том 4, страницы с 379 по 381. А этот господин, сосланный в Сибирь, спросила я, не тот ли самый, которого Чернышевский желал представить, в что делать? Да, кажется, он его хотел изобразить в Рахметове. Знавали вы Чернышевского? Знал. Что он такое? Спросил его Петр Михайлович. Судя по многому, что он писал, он или недобросовестен, или просто глуп. Как вам сказать? Он для России не глуп. Что значит «для России не глуп»? У нас между людьми, старающимися перевести теорию в практику, редко бывают очень умные. А насчет добросовестности, он, напротив, главным образом и влиял-то тем, что проделывал все, что проповедовал. Зашел разговор о Некрасове. Теперь, сказал Иван Сергеевич, молодежь поэзии не знает и знать не хочет, читает только господина Некрасова. Кто Некрасова любит, тот Пушкина любить не может. Кому Некрасов нравится, тот поэзии не чувствует. Впрочем, это ничего, этого стыдиться не надо. Что же, если вы ее не чувствуете, вы в этом не виноваты. Только притворяться не следует. Некрасов и Пушкин. Чертог сиял. Из египетских ночей Пушкина начальные строки, из второй импровизации итальянцам. Он продекламировал несколько строк. И после этого, кто помнит что-нибудь из Некрасова, все равно первое попавшееся. Ты подвяжешь подмышки передник, начала я. Перетянешь уродливо грудь, продолжал он. Строки из стихотворения Некрасова тройкам. Да что я нынешнюю молодежь обвиняю, сказал он. И мы хороши были. Знаете ли, кого мы ставили рядом с Пушкиным? Бенедиктова. Знаете ли вы что-нибудь из Бенедиктова? Вот я вам скажу. Только его надо декламировать особенным образом, по-тогдашнему, нараспев и звукоподражательно. Вот слушайте. Он продекламировал какой-то каскад и представил голосом, как падает каскад с высоты и как ударяется вода о камни. А то вот еще. Представьте себе, что вам декламирует стихи армейский офицер. Завитой, надушенный, но с грязной шеей. Он сказал стихотворение о кудрях. Кудри кольца, кудри змейки, кудри шелковый каскад. Стих. И поцелуем припекать надо было говорить так, чтобы слышалось шипение щипцов, дас. И вот какой чепухой восхищались. И восхищались не кое-кто, а Грановский, например, ваш покорнейший слуга и другие не хуже нас с Грановским. Одно нас только немножечко смущало. Мы слышали, что Пушкин прочитал и остался холоден. Мы кончили тем, что решили. Великий человек Александр Сергеевич, а тот погрешил, позавидовал. О своем увлечении в юношеские годы поэзии Бенедиктова Тургенев писал Льву Николаевичу Толстому в декабре-январе 1857 года. «Знаете ли вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала, плакал, обнявшись с Грановским над книжкой стихов Бенедиктова, и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку». Тургенев, письма, том 3, страница 62. Об отношении к Бенедиктову и неспровержении былого кумира Тургенев рассказал в «Литературных и житейских воспоминаниях» в очерке «Литературный вечер у Плетнева», Тургенев, сочинение, том 14. Заговорил он о Пушкине. Помните ли вы стихотворение поэту? То, что он тут говорит, может служить катехизисом искусством. «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». «Не помните ли вы чернь?» — сказала я. «За чернь очень бронили, а я ее люблю». «Прекрасная вещь!» — он стал декламировать. «Поэт на лире вдохновенной» и так далее. И толковала чернь тупая, зачем так звучно он поет. Эта чернь с наглостью пристает к поэту. Он рассердился. «Молчи, бессмысленный народ!» Чернь начинает конфузиться. «Что же, если ты небес избранник?» — певцу она окончательно опротивила. «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?» «Знаете ли вы план конца египетских ночей, найденный в бумагах Пушкина?» «Нет, не знаете?» «Так я вам скажу. Первую ночь она назначила эпикурейцу. Он увенчался розами, насладился вполне и умер с твердостью истинного философа. Воин тот пришел в чертог, напоенный благоуханиями, посмотрел на Клеопатру с презрением, произнес, «Не требую награды!» — завернулся в плащ, лег на пол и пролежал всю ночь. А третьего юношу она сама полюбила и не захотела его лишиться. Но он сам восторженно побежал на смерть, воскликнув, «Больше не стоит жить, я испытал высшее блаженство, и оно не может повториться в жизни смертного!» План конца египетских ночей Пушкина, о котором рассказывал Тургенев, не сохранился. А хорошо ли вы помните Анчар? Что за прелесть, слушайте, в пустыне чахлой и сухой? Ведь это такой протест против деспотизма, какого не могут и приблизительно выразить тысячи обличительных и возбудительных стихотворений. Даже наша цензура, на что глупа, и та поняла, не хотела пропустить. Стихотворение Пушкина Анчар вызвало беспокойство Бенкендорфа. Поэт был вынужден написать объяснительное письмо шефу жандармов от 7 февраля 1832 года. Пушкин, полное собрание сочинений, том 15, Москва, издательство Академии наук СССР, 1948 год, страница 10. «А брожу ли я вдоль улиц шумных?» — попросила я. Он сказал, «Конец особенно хорош!» — он повторил еще раз. «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять». Он стал припоминать стихотворение за стихотворением. «Говорить стихов как должно я не умею, и их надо говорить и естественно, и с опьянением». Он декламировал хорошо, с истинным чувством, хотя немножко по-старинному, немножко слишком восторженно, но это шло к его красивой наружности. И как очарователен был этот странный старик со своей молодой любовью к поэзии, со своими разговорами, совсем нисколько необыденными. Он похож, думала я, на таких юношей, что в книгах описываются, что в жизни никогда не встречаются. Когда я слушала его, когда я видела его величественную фигуру, его ласковые глаза, его милую улыбку, я чувствовала себя девчонкой перед предметом обожания. Тургенев иногда объявлял, что он очень болен, что у него какая-то необычайная болезнь, что у него внутри головы, в затылке что-то сдирается, что точно какие-то вилки выталкивают ему глаза. Он хохлится, охает, а потом разговорится, развеселится и забудет о своих недугах. Мы в таких случаях потихоньку подсмеивались, что у нас Бог закапризничал, как балованный ребенок. Но ребенок он был добрый, каприз у него скоро проходил. На этот раз он чувствовал бушевание морских волн в голове. И знаете, что со мной было сегодня? Я видел привидение. Он сказал это самым спокойным тоном, точно сообщал самую обыкновенную вещь. Мы, конечно, изумились. Как это? Так. Утром, при солнечном свете, я сидел у себя в своей комнате, ни об чем подобном не помышлял. Вдруг вижу, входит женщина в коричневом капоте, постояла, сделала несколько шагов и исчезла. — Что же это? — сказала я. — Верно, болезнь. Да, это нервы. — Вы испугались? — спросила Энн. — Нет, чего же бояться. Я знаю, что это обман зрения. Я часто вижу эту женщину. Сегодня она молчалом. А то она иногда скажет несколько слов, и всегда незначащих, и всегда по-французски. Странно, что по-французски у меня никогда не было близкой женщины-иностранки, из умерших, то есть. Я несколько раз видел привидения в своей жизни. Одно время целые месяцы преследовали меня скелеты. Как сейчас помню, это было в Лондоне. Пришел я в гости к одному пастору. Сижу я с ним и с его семейством за круглым столом, разговариваем. А между тем, мне все кажется, что я у них через кожу, через мясо, вижу кости, череп. Мучительное это было состояние. Потом прошло. О фантастических видениях Тургенев рассказывают многие современники. Французский критик Мельхиор де Вогюэ вспоминал, во время своих предсмертных страданий, весь пропитанный опиумом и морфием, он передавал своим друзьям странные сны и жалел, что не может записать их. «Это вышла бы любопытная книга», — говорил он. Иностранная критика о Тургеневе, Санкт-Петербург, 1908 год, страницы 78-73 Иван Сергеевич помолчал немножко. Ну, да что о болезни толковать. Вот что. Лучше придумайте мне имя для героини моего будущего романа. Я, кажется, все женские имена в календаре перебрал. Он несколько раз говорил нам, что начал роман, что в нем будут представлены революционеры, что героиня будет хорошая девушка, но некрасивая. «У вас Лидий никогда не было», — сказала я. «Нет, кажется, где-то есть. Я хочу назвать ее Марианной. Но ведь это имя не русское. А она будет польского происхождения». Существует еще одно мемуарное свидетельство о том, что Тургеневы интересовали черты польского характера, сформировавшегося в атмосфере национально-освободительного движения. Так, в дневнике «Штокеншнейдер» есть любопытная запись, относящаяся к замыслу накануне. Говорят, что первоначально Тургенев задумал героя-поляка, но по цензурным условиям сделал его болгарином. «Штокеншнейдер. Дневник и записки. Москва-Ленинград. Академия. 1934 год. Страница 265. Потом это имя идет хорошенькой женщине. Я уже решил, что и она будет не дурна. Видите ли, мне хочется представить нигилистку. Честную, добрую, даже нежную, но с шорами на глазах. «Но мне кажется, — заметила я, — нигилисток больше нет». «Как нет? — возразила Энн. — Как нет? — сказал и Тургенев. — Есть. Я хотела сказать, что нет больше нигилистов между способной хорошей молодежью, что нигилисты остались или прежние, начинающие стариться, или между молодыми недалекие и большей частью неискренние. Но по застенчивости я не договорила. «А не случилось ли вам встречать девушек из совсем новых, не нигилисток, а других?» Иван Сергеевич в спокойные минуты никогда не фамильярничал с женщинами. А тут он меня схватил за руку и воскликнул. «Видел, матушка, видел одну такую. Она в Париже училась в медицине. Она блестящим образом выдержала экзамен. Рассказывают, что один из профессоров, старик, из противников учащихся женщин, захотел сбить ее. Спросил ее что-то по латыни. И тут из нее такой цицерон посыпался, что все присутствующие доктора, которые свою латынь давным-давно забыть успели, совсем сконфузились. Говорят, студенты ей овацию сделали. Мне показывали ее на улице. Она не красавица и не хорошенькая, но лицо довольно правильное, строгое немножко, хорошее и недюжинное. Говорят, она собирается в Константинополь и предсказывают, что она там большое состояние наживет, потому что в гареме до сих пор мужчин не допускает. Так медику женщины обрадуются. Имеется в виду Гончарова. Луканина записала 1 марта 1878 года в своем дневнике. Иван Сергеевич заявил, что к нему приходила докторша Гончарова и оставила ему свою книгу. «Конечно, я не буду читать этих женских болезней», — заметил он и продолжал. «Мне говорили, что она отлично занималась и что по окончании экзаменов профессор Брока поздравлял ее очень горячо». Северный вестник, 1887 год, номер 2, страница, 48-я. Пришли музыканты на вокзал, стала набираться толпа. «Смотрите, сколько рож кругом», — сказал Тургенев. «Знаете, как я разочаровался в вечности?» Это было дорогой в дилижансе. Сидел я, сидел, осмотрелся и подумал, неужто все они могут иметь претензии на вечную жизнь? И с тех пор перестал верить в вечность. «А прежде верили?» — спросила я. «Ну и прежде-то вера у меня была не очень крепка. Если бы верить в вечность, было бы слишком страшно умирать», — вырвалось у меня. Тургенев быстро на меня взглянул и призадумался. «Да», — произнес он медленно, — «вечность страшна. Как подумаешь, что все кругом будет исчезать, все прежнее, все прошлое, а ты умереть не можешь, хотя также и полное уничтожение ужасно. Отчего же, если ничего не будешь чувствовать? Все-таки ужасно». Мы отправились гулять. В версты задеве от города уселись мы отдохнуть. Тургенев опять заговорил о своем будущем романе. «Я не люблю заранее рассказывать об том, что пишу. Это меня расхолаживает». «Ну да так и быть. Уже расскажу вам». У меня будут, собственно, три героя. «Один главный. У нас в России для революционеров два конца. Или опомниться, бросить все, или погибнуть. Мой погибнет». А в контраст к девушке мне хочется изобразить красавицу, пошлую и холодную, холодную, как огурец. «Ведь у нас, писателей, как-то рука все не поднимается на красоту. Вот я и решился посягнуть на красавицу». «Да ведь вы поднимали руку на красивых, — сказала я, — в Вешних Водах, например». «В Вешних Водах?» «Эта барыня имеет известную привлекательность для мужчин, что нам не делает чести, но ведь она вульгарная, а мне хочется разоблачить утонченную, изящную». «А в дыме? Ирина?» «Ирина все-таки не совсем пошлая женщина». «Да, кроме того, Ирина умница. Скажите, случалось вам в действительной жизни встречать таких умных женщин?» «То есть между русскими женщинами, вы хотите сказать?» «Да, и между русскими случалось. Как не встречать умных женщин, как не встречать? Еще какие умницы бывают. Впрочем, Ирина совсем уж не так умна, она больше красиво говорит. Вот новая моя героиня совсем уж не будет красиво говорить». Добрый мягкий Тургенев об одном человеке не мог говорить равнодушно, бледнел и менялся в лице о Николае Паулче. «Распространился слух о его смерти, рассказывал он, но официального известия еще не было. Приходит ко мне Аненков. «Верно, — говорит, — брат был во дворце, сам видел, еще тепленький лежит». Брат Павла Васильевича Аненкова, Иван Васильевич Аненков, флигель-адъютант. Аненков ушел. Мне не сидится дома, все не верится. Побежал на улицу. Дошел до зимнего дворца толпа. Кого спросить? Стоит солдат на часах. Я к нему делаю грустное лицо, спрашиваю, правда ли, что наш государь скончался? Он покосился только на меня. Я опять. «Правда ли?» «Надоел я ему, должно быть, — отвечает срыву. Правда проходите?» «Верно ли, — говорю. Кабы я такое сказал, да было бы неверно, меня повесили, — и отвернулся. Ну, думаю, это кажется убедительно. На похороны его смотрел я из квартиры одного знакомого. Народу набралось много. Даму садили у окошек, мужчины стояли за ними. Вот потянулась процессия. Передо мной одна барыня невыносимо кривлялась, стонала, ломала руки, насильственно рыдала. Давно уж она меня раздражала, только вдруг восклицает она. «Кто?» «Какой русский, какой злодей не плачет об нем? Вы видите, я человек тихий, смирный, но тут я не выдержал, закричал. Я, я, сударыня, я не плачу!» «Она у меня пискнула даже, а сам я скорее за фуражку и вон!» В воспоминаниях друга Тургенева, немецкого филолога Людвига Фридлендера, также приводится со слов писателя рассказ о радостном чувстве освобождения при известии о кончине Николая I, «Вестник Европы, 1906 год, номер 10, страница 834». Зашел разговор об аресте Тургенева после письма о Гоголе. Он рассказывал, что под арестом он написал «Муму», что Герасим — живое лицо, что у его матери действительно был такой немой дворник. Иван Сергеевич говорил, что в затишье в лице Маши представлена одна девушка-малороссиянка, которую он знал в молодости и в которую он был немножко даже влюблен, и она действительно стихов не любила. Я в самом деле прочел ей раз «Анчар», и он на нее произвел впечатление. «Сюжет, конечно, сочинен», — спросила я. «Она не утопилась?» «Конечно, но она способна была на это». Удались мне генералы в дыме. Метко попал. Знаете ли, когда вышел дым, они, настоящие живые генералы, так обиделись, что в один прекрасный вечер в английском клубе совсем было собрались писать мне коллективное письмо, по которому исключали меня из своего общества. Никогда не прощу сологубу, что он отговорил, растолковал им, что уж очень будет глупо. Понимаете ли вы, какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы ведь его на стенке, в золотой рамке повесил. «В первой любви, — говорил он еще, — я изобразил своего отца. Меня многие за это осуждали, особенно за то, что я этого не скрывал. Но я думаю, что дурного тут ничего нет, и скрывать мне нечего. Отец мой был красавец, я могу это сказать, так как я нисколько на него не похож, я похож лицом на мать. Он был красив настоящей русской красотой. Обыкновенно он держался холодно, даже неприступно, но стоило ему захотеть понравиться. В его лице, в его манерах проявлялось что-то неотразимо очаровательное. Особенно он становился таким с женщинами, которые ему нравились. Из всех моих женских лиц я особенно доволен Зинаидой в первой любви. В ней мне удалось представить кокетку по природе действительно привлекательную. А мальчик, неживое лицо, спросила я, ваш покорнейший слуга. И вы так влюблены были? Был. И с ножом бегали? И с ножом бегал. Меня женщины мало любили, часто принимался жаловаться Тургенев. А мы посмеемся. Какой недовольный у нас Бог! О какой героине его не спросишь, все оказывается, что между ними что-нибудь да было, а ему все мало. Мы даже раз высказали ему это. Ведь я вам не говорю, что меня во всю жизнь мою совсем не любили. Но во время моей первой молодости я женщинам совсем не нравился. И они были правы. Потому что я был предриной тогда, пошлый фат с претензиями, вдобавок я писал плохие стихи, что делало меня смешным. Женщины стали обращать на меня внимание, когда я уже сделался литературной известностью, и мне было уже под тридцать. «Я уже хотел бросить литературу», рассказывал он, «и собрался за границу с тем, чтобы заняться другим. За несколько дней до моего отъезда заходит ко мне Некрасов и говорит, «Нет ли у тебя чего-нибудь, что поместить в смесь для балласта?» Я говорю, «Ничего нет, разве вот маленький рассказец, только едва ли он годится, ничего, сойдет». Я и дал ему хоря и калиныча. Только живу я себе в Берлине, и вдруг, к моему удивлению, узнаю, что рассказ мой произвел эффект. До тех пор я считал себя поэтом, а подобные рассказы писал не для печати, а для собственного удовольствия, и уж никак не смотрел на них серьезно. У меня уж и тогда их набралось много. «Я никогда не мог творить из головы», говорил он мне, «чтобы вывести какое-нибудь вымышленное лицо, необходимо избрать себе живого человека, который служил бы мне как бы руководящей нитью. От того-то я никогда и не брался за исторический роман». Всякий раз, как я пробовал писать, задавшись какой-нибудь идеей, выходило плохим. Выходило хорошо, и нравилось только то, что я писал просто, и с какого-то глупого удовольствия описать. Как я понимал, что бы и кого бы то ни было. Раз только со мной случилось, когда я писал сцену прощания отца с дочерью в накануне, я сам так растрогался, что плакал, и не могу вам передать, какое это было наслаждение. Добролюбова я знал мало, Писарева также. Добролюбов казался мне более крупной личностью, а Писарев более тонкой. Когда Писарев пришел навестить меня, он меня удивил своей внешностью. Он сделал на меня впечатление юноши из чисто дворянской семьи, нежного, холиного, руки прекрасные, белые, пальцы тонкие, длинные, манеры деликатные. Я останавливался тогда у Василия Боткина. Надо вам сказать, что Боткин бывал часто очень груб. Когда он узнал, что пришел Писарев, он взволновался. Зачем этот явился? Неужто ты его примешь? Я говорю, конечно, приму. А если тебе неприятно, ты бы лучше ушел? Нет, говорит, останусь. Мне очень хотелось, чтобы Боткин ушел. Я знал его и боялся, чтобы он не выкинул чего-нибудь, но делать было нечего. Не мог же я гнать хозяина из дома. Я их познакомил. Боткин поклонился небрежно и уселся в угол. Ну, думаю, быть беде. И действительно, Писарев что-то сказал, как мой Василий Петрович вскочил и начал. Да вы, мальчишки, молокососы не учи, да как вы смеете? Писарев отвечал учтиво, сдержанно, что едва ли господин Боткин знает достаточно современную молодежь, чтоб всех их агулом звать неучими. Что же касается до молодости, то в этом их винить нельзя, что придет время, и они созреют. Таким образом вышло, что поклонник всего прекрасного и утонченного оказался совершенно мужиком, а предполагаемый нигилист-циник настоящим джентльменом. Я после стыдил Боткина. Не могу, отвечал он, не могу переносить их. Рассказ мемуаристки о впечатлении, произведенном на Тургенева Писаревым, совпадает с тем, как характеризовал критика автор отцов и детей в своих литературных и житейских воспоминаниях, письмах к друзьям. Тургенев сочинение, том 14, страница 40, письма, том 6, страница 213. Они познакомились с весной 1867 года в Петербурге. Особенно поразила Тургенева утонченная интеллигентность умного и острого нигилиста. Писатель с интересом и нетерпением ждал выступлений Писарева, ставшего со времен отцов и детей одним из самых талантливых и глубоких современных истолкователей его творчества. «Что-то скажет Писарев», замечал Тургенев, имея в виду дым. «Для меня это довольно важно, как симптом». Тургенев, письма, том 6, страница 273. Тургенев не разделял некоторых убеждений Писарева, и это главным образом касалось нигилистического отношения критика к поэзии Пушкина, литературные и житейские воспоминания. Однако разногласия не мешали ему быть объективным в оценке его дарования личности. «Я ценю ваш талант, уважаю ваш характер», пишет он критику в 1867 году. Тургенев, письма, том 6, страница 254. В Рудине я действительно хотел изобразить Бакунина. Только мне не удалось. Рудин вышел вместе и выше, и ниже его. Бакунин был выше по способностям, по таланту, но ниже по характеру. Рудин все-таки хоть погиб на баррикаде, а Бакунин и на это был не способен. «Но, однако, — возразила я, — сидел же он в австрийской крепости. Да ведь он попал случайно. Он был оратор по природе. В Древней Греции он увлекал бы народ своим красноречием. Он не только не был учен, но даже не был особенно образован. И ум у него был какой-то особенный и глубокий в некоторых отношениях, и односторонний. А между тем его считали чудом учености и чуть не гением. И надувал он совершенно ненамеренно таких людей, как, например, Зант, фон Энзе. Он плохо знал языки. По-французски, по-немецки он говорил отвратительно. Между тем он так заговорил Зант, что та долго ничего слышать не хотела, считала его великим человеком, и только уж после нескольких лет знакомства разочаровалась в нем. А фон Энзе говорил об нем Это один из самых одаренных людей нашего века. Что же касается до его отношений к деньгам, совершенно справедливо, что почти не было человека, у которого после четверти часа знакомства он не занял бы денег. Но, видите, он брал деньги и забывал, что взял. Он совсем их не ценил и не понимал, что другие их ценят. Мы вообще не понимали, зачем и куда он тратит. Не было человека с меньшими потребностями, чем Бакунин. Он мог жить во дворце и на чердаке и не замечать, где живет. Он мог есть великолепный, тончайший обед и питаться черным хлебом и не замечать, что ест. И во всем так. Он брал деньги у одного, отдавал другому и не только не считал себя виноватым, но, я уверен, даже не подозревал, что тут может быть вопрос о вине. Вообще об его бесчестности говорили те люди, которые узнают, что Бакунин занял и не заплатил, и обрадуются. Вот Бакунин хуже нас, долгов не платит. О том, что прототипом Рудина явился Бакунин, друг юности, увлекавшийся вместе с Тургеневым философией Гегеля, Фаустом, Гёте, музыкой Бетховена и Шуберта, писатель не один раз говорил своим друзьям. Тургенев письма, том пятый, страница сорок седьмая, а также в первом томе настоящего издания воспоминания Чернышевского и комментарии к ним. В конце тридцатых, начале сороковых годов Михаил Бакунин, по словам Павла Аненкова, господствовал над кружком философствующих. Аненков, страница сто пятьдесят восьмая. О редком ораторском и пропагандистском даре Бакунина рассказывают многие его современники, и прежде всего Герцен. Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра. Этот человек рожден был миссионером-пропагандистом. Герцен, том седьмой страницы, триста пятьдесят третье, триста пятьдесят четвертая. Психологический портрет Михаила Бакунина, переданный Островской со слов Тургенева, дополняют воспоминания другого современника, Половцева, которому писатель также поверял свои впечатления о Бакунине. Это был поразительный, говорун и замечательный диалектик. Он мог развивать самые блестящие теоретические доводы в течение часов и в то же время не был в состоянии рассказать самого простого эпизода. Он жил одними теоретическими построениями. Влияние Бакунина на рабочих объясняется тем, что он был демократ по природе. К тому же, он был необыкновенно доступен для всех и каждого. Половцев, воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе, царь-колокол, иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 год, страница семьдесят седьмая. В 1848-49 годах Бакунин выделялся среди самых активных практических революционеров Европы. За руководство революционным восстанием в Дрездене он был приговорен немецкими властями к смертной казни, замененной затем пожизненным заключением. Вскоре был выдан австрийскому правительству, которое, в свою очередь, выдало Бакунина русским властям. Бакунин был заключен сначала в Алексеевский Равелин Петропавловской крепости 1851-1854 годы, а потом в Шлиссельбургскую крепость 1854-1857 годы, откуда был сослан после покаянного письма Александру Второму на вечное поселение в Сибирь 1857-1857 год. В 1861 году Бакунину удалось бежать с каторги в Японию, оттуда в Америку. С помощью Герцена, судившего Бакунина деньгами, он из Нью-Йорка перебирается в Лондон. После окончания занятий в Берлинском университете Тургенев встречался с Бакунином дважды. В 1848 году в Париже в дни февральской революции и в 1862 году в Лондоне после побега Бакунина из Сибирской ссылки. Но в 60-е годы Тургенев, не разделяя крайне анархистских убеждений Бакунина с его точки зрения вредных, бесплодных, разочаровался в нем как в революционном и политическом деятеле. Теперь это Рудин не убитый на баррикаде, писал о Бакунине Тургенев. Между нами это развалина. Будет еще копошиться помаленьку, жаль его. Тяжелая ноши жизнь устарелого и выдохшегося агитатора. Вот мое откровенное мнение о нем. Тургенев, письма, том 5, страница 47. Тургенев предполагал написать воспоминания о Бакунине, о том, что такое намерение было у писателя, вспоминает в своих мемуарах и Шаталов. Русская литература, 1968 год, номер первый. Когда я написал Рудина, я еще господина Некрасова не узнал, и мы еще были с ним приятелями. Он говорит мне, послушай, ты не будешь в претензии, мне хочется твоего Рудина заковать в стихи, чтобы он более врезывался в память. Я говорю, ты знаешь, что я до твоих стихов не охотник, но в претензии не буду, пиши, что хочешь. Он написал Сашу и по своему обыкновению обмелил тип. Поэма Некрасова Саша опубликована в первом номере «Современника» за 1856 год с посвящением Тургеневу. В этой же книжке была напечатана первая часть романа Рудин. О внутренней полемичности этих двух произведений о лишнем человеке в статье «Габель» творческая история романа Рудин «Литературное наследство» том 76 страницы 45-46 До 14 лет вспоминал Тургенев «Я был маленький ростом угрюмый упрямый злой и любил математику 14 лет я сильно заболел пролежал несколько месяцев в постели и встал почти таким высоким каким теперь меня видите доктора уверяли будто я и болел то от сильного роста с тех пор я совершенно изменился стал мягкий слабохарактерный полюбил стихи литературу стал склонен к мечтательности я призналась раз ярому поклоннику Достоевского что талант Достоевского мне не симпатичен он призвал меня на суд перед Тургеневым у Достоевского много хорошего сказал Иван Сергеевич да подтвердила я мертвый дом преступление и наказание страшная вещь преступление и наказание хорошо в своем роде но мы спорили о бесах бесы мне совсем не нравятся нет хорошо произнес Тургенев как-то неопределенно по-моему во-первых роман скучен а потом в нем все так туманно неясно да правда вырвалось у него а впрочем все-таки хорошо прибавил он как будто поправляясь записки из мертвого дома Тургенев относил к лучшим созданиям Достоевского в которых встречаются картины дантовской силы много тонкой и верной психологии Тургенев письма том четвертой страница 320 первые главы преступления и наказания Тургенев читал с интересом и отзывался о них как о явлении замечательном Тургенев письма том шестой страница 66 повесть Достоевского поразительно замечал он в одном из писем Тургенев письма том шестой страница 58 но в целом роман раздражал Тургенева не разделявшего болезненного как ему казалось стремление Достоевского исследовать бездны человеческого характера роман бесы был впервые опубликован в русском вестнике в 1871 году воспоминания Островской в которых приводится положительный отзыв Тургенева о бесах особенно интересны в этом смысле так как свидетельствуют о несомненной объективности писателя в бесах Достоевский возмущенный Тургеневским дымом в котором по его убеждению писатель очернил Россию вывел Тургенева в пародийном образе Карамзинова когда скончался Достоевский у Тургенева было желание написать о нем статью некролог но затем отказавшись от этого намерения из-за сложности взаимоотношений с покойным писателем он думал со временем сообщить свои воспоминания о столь значительной личности Тургенев письма том тринадцатой книга первая страницы пятьдесят третья пятьдесят пятая и пятьдесят восьмая замысел остался неосуществленным Толстой говорил Иван Сергеевич величайший романист нашего времени перед его талантом я благоговею только к несчастью его ум не на высоте его таланта кроме того он чудак во всем например вздумал он заниматься философией прочел одного кузена и решил что теперь он насчет философии всю суть знает что все остальное будет повторение что теперь он может своим умом идти дальше и во всем так вот от того-то в его творениях там где он говорит не образами а берется умствовать начинается что-то водянистое часто нелепое иностранцы его не ценят детство и отрочество было переведено по-английски и не понравилось приняли за подражание Диккенсу они не привыкли к такого рода тонкому психологическому анализу я сам хотел перевести войну и мир на французский язык но с пропусками всех рассуждений потому что я знаю французов они за скучным и смешным не увидят хорошего несмотря на то что мы с ним давно не видимся я через общих знакомых просил у него разрешения на перевод и на пропуски он отвечал что пропустить ничего не позволит я хотел по крайней мере собрать все рассуждения разбросанные в романе и поместить в конце книги с умозрениями о войне и прочим чтобы таким образом роман был сам по себе он и на это не согласился и я от перевода отказался перевел кто-то другой и вероятно французы читать не станут Тургенев был убежден что философское резонерство мешало гармоническому развитию чистого и могучего художника каким он считал Толстого я твердо верю что мы еще доживем до того мгновения когда он первый будет добродушно хохотать над квази философской чепухой которую он напустил в свой поистине великий роман война и мир писал Тургенев фету Тургенев письма том 9 страницы 125-126 однако его восприятие войны и мира со временем стало более гармоничным о чем свидетельствует предисловие к английскому изданию толстовской эпопеи Тургенев сочинение том 15 первый весьма несовершенный перевод войны и мира на французский язык принадлежал княгине Паскевич псевдоним М Паскевич опубликован в 1879 году в Париже сегодня бог не был у источника сказал мне Петр Михайлович я зашел к нему справиться о здоровье он сидел в лиловой фуфайке перед ним куча писем говорит был болен а теперь выздоровел а сам так и сияет письма эти все из Америки с выражением восторга к его таланту один из его переводчиков и издатель его сочинений в Америке Брэдгард кажется пишет что издание разошлось быстро и присылает почтенный куш денег один какой-то критик говорит что американцам особенно нравятся отцы и дети потому что в базаре они находят что-то американское мы уже съездили с Иваном Сергеевичем в Америку впервые произведения Тургенева стали известны в Америке сравнительно поздно в конце 60-х годов с того времени когда появился перевод отцов и детей принадлежавший Юджину Скайлеру обзор Левина новейшая англо-американская литература о Тургеневе литературное наследство том 76 страницы 505 и далее возможно что в воспоминаниях Островской речь идет об американском издателе Генри Гольте о нем в воспоминаниях Рольстона имя Брэдгарта названо ошибочно подробно об отношении к Тургеневу деятелей американской культуры в настоящем томе в воспоминаниях Джеймса и Боэнсена Чего эти переводчики только не делали со мной жаловался Тургенев один немец например даже не перевел передал по-своему накануне он пожелал чтобы быть приятным читателем сделать счастливую развязку и вообразите заставил Энсарова тронуться слезами матери Елены отказаться от борьбы за родину остаться в Москве и поступить на русскую службу каково это моему авторскому сердцу аналогичный вольный перевод романа на французский язык был сделан в 1860 году Дауэром Тургенев крайне возмущенный бесцеремонностью переводчика выразил свой протест на страницах газеты Европейское Ревю писатель заявил что изданная повесть имеет с его романом отдаленное сходство только в деталях в ней по словам писателя переводчик украшатель самым решительным образом изменил мое произведение Тургенев письма том 4 страница 574 Часто заводил он речь о своем будущем романе Лица у меня еще не выяснились В нынешней молодежи есть что-то новое а случаев к наблюдению мало надо ехать в Россию и пожить там хотелось бы мне съездить в Цюрих там их много да ведь они меня пожалуй побьют недавно говорят была там история они за что-то рассердились на одного русского хотели его побить да ошибкой отколотили его секретаря имеется в виду новь о желании понаблюдать жизнь русской студенческой молодежи в Цюрихе Тургенев говорил своим друзьям о чем например вспоминает Лавров в первом томе настоящего издания страница 351 в Цюрихской колонии нередки были идейные столкновения между сторонниками немедленной революции бакунистами и защитниками постепенного общественного развития под влиянием революционной пропаганды лавристами однажды спор между бакунистом Соколовым и лавристом Смирновым секретарем редакции газеты «Вперед» окончился дракой об этом эпизоде сохранились воспоминания Ковалевского вестник Европы 1914 год номер 3 страница 217 «Когда я был прошлым летом в Орле хотелось мне очень попасть в один кружок да невозможно было не поддавались они на знакомство» в недрах секретной службы еще в 1865 году было заведено специальное дело о распространении в городе Орле между молодежью и дамами нигилизма Громов «Здравствуй город Тургенево» литературные очерки «Орла» 1967 год страница 79 далее речь идет об основателе подпольного кружка в Орле Зайчневском был между ними один человек который особенно меня интересовал он имел большое влияние на весь кружок преимущественно на женщин и не то чтобы он был хорош собой чтобы в него влюблялись тут было что-то другое раз я своими глазами видел как он стоял у окна своей квартиры идет мимо одна девушка я знал что она была незнакома с ним он только пальцем поманил и она пошла к нему на улицах на гуляньях незнакомые его рассматривали а бесчисленные знакомые то и дело ему кланились ловили его останавливали знакомых своих он избегал показал он между прочим Столыпина высокого высокого с крошечной головкой на длинной шее это брат известного Монго Столыпина друга Лермонтова тот был красавец такой красавец что нельзя было пройти мимо него не остановившись приходит Иван Сергеевич к обеду молча пожал нам руки сел и взглянул на нас патетически вообразите что со мной сегодня случилось что такое явились ко мне с визитом господин Адамов с господином не помню кто был другой уселись осыпали меня любезностями и стали говорить со мной как с своим единомышленником и кончили тем что предложили мне для искоренения вредных идей в России издавать газету с направлением вроде Мещерского князь Мещерский был фактическим редактором реакционного журнала Гражданин начал издаваться с 1872 года это без сомнения самый зловонный журналист из всех ныне на Руси выходящих Тургенев письма том 9 страницы 236-237 мы мы расхохотались да вам хорошо смеяться а меня они глубоко оскорбили ну да покажу я им себя в своем романе отделу их останутся довольны на следующий год 1874 в мае доктора опять отправили нас в Карлсбад в Карлсбад приехали мы в конце июня там нас ждало письмо от Тургенева он писал в понедельник выезжаю из деревни и через 10 дней буду в Карлсбаде но через 2 дня получили мы от него другое письмо человек предполагает а подагра располагает вчера я должен был выехать отсюда в Карлсбад а сегодня лежу недвижим в постели с распухшим коленом и принужден ждать у моря погоды припадок кажется не силен и я все-таки надеюсь через неделю выехать и так далее ждали мы его ждали и неделю и две и три и ждать перестали наконец раз поутру переходя через старую вильзу я слышу что меня зовут оборачиваюсь коляска и в ней тургенев ах Иван Сергеевич воскликнул я подбегая к нему наконец-то вы приехали во-первых извините что я не могу сойти к вам у меня кажется опять начинается припадок подагры неужели нельзя ли предупредить припадок нет уж если она голубушка схватила человека так сожми зубы и терпи больше ничего не поделаешь я теперь еду повидаться с доктором Зегеном а потом домой и стану ждать что будет ведь я и в деревне и в Петербурге лежал а мы вас ждали ждали однако я вас задерживаю мы лучше к вам зайдем когда вы вернетесь я буду дома через полчаса я к Зегину даже не выйду вызову вниз боюсь на лестницу подняться мы застали Ивана Сергеевича еще на ногах но он жаловался что ноги разбаливаются неудачная моя поездка на этот раз думал над своим романом поработать а вместо того лежал лежал вот я вам покажу какое впечатление произвела на меня деревня нынешний год он подошел к письменному столу на котором уже успел аккуратно разложить почтовую бумагу перья карандаши портфель он вынул из этого портфеля тетрадь вот смотрите это все что я был в состоянии записать в своем дневнике мы прочли такого-то числа растреклятая деревня а вы разве ведете дневник спросил Петр Михайлович веду уж давно кроме других причин я веду дневник для постоянного упражнения для писателя это необходимо чуть заленишься не пишешь некоторое время потеряешь привычку и трудно опять приниматься что же ваш дневник будет когда-нибудь напечатан нет ни в коем случае даже в завещании оставлю просьбу сжечь его немедленно после моей смерти ну что это воскликнула я это обидно сказал и Петр Михайлович ведь у вас в жизни был богатый материал для дневника что делать что делать печатать нельзя все будет сожжено как свидетельствует Павловский Тургенев говорил я всегда веду дневник в котором записываю все что меня интересует Павловский воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе русский курьер 1884 год номер 199 21 июля 21 июля раз вечером в своем номере у Демута вдруг стучат в дверь слышу незнакомый голос можно войти кто бы это думаю входит знаете кто помните Топорова который еще оказался нигилистом впрочем вы кажется его всего раз видели я говорит Иван Сергеевич слышал что вы больны и пришел за вами присмотреть я поблагодарил он сел мы потолковали с ним немножко потом он объявил мне вы теперь отдохните а я пойду в ту комнату почитаю а там спать лягу да вы что на меня так смотрите я ведь за вами ходить пришел я разумеется сконфузился а он одно не ваше это дело и так все время пока я был болен он со мной возился почти как сиделка и за это время мы с ним коротко познакомились разговаривать с ним трудно он молчалив но сидя вдвоем да вдвоем по него ли разговоришься рассказывал он мне между прочим свою историю ну я вам скажу только у нас в России могут случаться такие истории во-первых он оказался незаконный сын которого из великих князей кого именно он сам не знает должно быть он плод мимолетной великокняжеской шалости но почему-то царская фамилия приняла в нем особенное участие когда он остался сиротой его взяли во дворец и определили сначала к покойному наследнику должность ему дали вроде той что исполняли в помещичьих домах так называемые казачки то есть находился он всегда под руками нужно куда-нибудь зачем послать его посылают вырос он и об образовании его подумали сначала хотели было сделать из него медика но он способности к медицине не оказал поучили поучили его кое-чему и когда он стал совершеннолетним избрали ему профессию придворного дантиста да какие же обязанности придворного дантиста спросил я никаких отвечал он при дворе конечно у каждого собственный дантист если бы например случилось что все дантисты в Петербурге вдруг исчезли и кому бы нибудь во дворце пришлось выдернуть зуб то дергать был бы обязан я и не позавидовал бы я тому кто попался бы мне в руки но так как дантисты все исчезнуть не могут то я никому никогда зубов не дергал а оклад мне положили и так топоров говорю я ему вы были придворный дантист да придворный дантист и нигилист рассказывал он мне еще как он одно время вертелся в одном нигилистическом кружке как он раз без достаточного уважения отозвался о каком-то их башке как его за это заподозрили в шпионстве и предали всеобщему позору как же это вас предали позору спросил я так просто объявили мне что я предаюсь общественному позору не умею я с большими детьми говорить сказал Иван Сергеевич с маленькими детьми я люблю возиться мне доставляет какое-то физическое наслаждение когда они по мне лазят когда их маленькие ручки и свеженькие щечки до меня касаются а с большими я обращаться не умею я не умею угадать что для них интересно что нет и все я боюсь что говорю с ними недостаточно бережно боюсь как бы не оскорбить их детские самолюбия разговорились об том кто как переносит страдания одного больного я забыть не могу рассказывал Тургенев это был мой старый знакомый русский умирал в Париже от водянки я каждый день навещал его умирающего и каждый день приходил в ужас он ни ходить ни сидеть ни лежать уже не мог он как-то висел на кресле и беспрестанно захлебывался живот у него был гора настоящая руки и ноги уже не похожи на руки и ноги он знал что он выздороветь не может что ему предстоят все больше и больше и мучения а между тем твердил одной таким страшным задыхающимся голосом ты видишь в каком я положении а ведь я все-таки жить хочу хочу жить к вечеру Тургенев слег Петр Михайлович сначала навещал его каждый день я же к своему огорчению сначала не ходила к нему боясь его стеснить но раз воротившись от него Петр Михайлович сказал мне к Богу можно завтра идти он тебя приглашает Тургенев лежал в шерстяной фуфайке ноги у него были закутаны пледом в какой-то галерее на какой картине представлен раненый лев стала я припоминать как только увидела его голову с седой гривой рассыпанной на подушке около постели сидел худенький сгорбленный человечек с гладко выбритым сморщенным съеженным каким-то обиженным личиком после первых приветствий когда мы усились Иван Сергеевич сказал вот мы с ним говорили об том что на свете бывали разные властелины и добрые и злые и тираны и злодеи но не бывало еще царя юмориста как юмориста спросил Петр Михайлович так юмориста который бы не мучил не притеснял людей а только бы тешился над ними я придумывал что бы он делал например захотел бы он позабавиться над чистолюбием людей и придумал бы орден который могло бы получать только одно лицо в государстве прав бы этот орден никаких не давал но почетнее выше награды не было бы носиться бы должен он был не так как другие ордена а под платьем на брюхе но главная штука была бы в том что он был бы тайный то есть тот кто получил бы его был бы обязан дать клятву что он никому ни даже отцу матери жене детям не признается что он и есть единственный счастливец в государстве и ордена этого царь-юморист никогда никому бы не давал теперь представьте себе эту картину все придворные мечтают об этом ордене и каждый старается дать понять другим что его то именно и декорировали по секрету и все друг другу не верят и вместе думают друг про друга черт возьми а как в самом деле ему дали молодые люди мечтают совершить какой-нибудь подвиг чтобы получить таинственную награду потому что самая эта таинственность придает ей особенный престиж в глазах дам а царь-юморист со своего трона наблюдает и про себя посмеивается мы смеялись сгорбленный человек грустно смотрел и грустно улыбался он посидел еще немножко вздохнул глубоко и ушел Тургенев покачал ему вслед головой с сожалением и легкой насмешкой ведь разваленный смотрит а ему не больше сорока лет и укатало его так неудовлетворенное чистолюбие в юности он служил по дипломатической части и ему везло но как-то в каком-то обществе при каком-то дворе он по молодости лет проболтался о какой-то дипломатической тайне и этим погубил свою карьеру и с тех пор вот все томится а что хороший я ведь орден придумал часто мне приходят в голову сюжеты для сатиры только сатирического таланта у меня нет с одним сюжетом я долго носился но для меня он не годится с ним мог бы сладить разве Вольтер хотите я вам расскажу или может быть вам будет скучно мы конечно поспешили уверить что нам будет очень интересно в некотором царстве в некотором государстве в один прекрасный день упал на землю аэролит и вместе с ним лист бумаги покрытый каким-то неведомым шрифтом лист этот попал в руки ученого ученый заинтересовался стал разбирать не разобрал напечатал о своей находке другие ученые заинтересовались собрался целый научный синклид разбирать иероглифы наконец прочли это оказался обрывок газеты упавшей с дальней планеты в нем отдавался отчет о публичной лекции одного профессора в лекции этой было сказано в газете дело шло а вновь открытой астрономами маленькой планете профессора хвалили сожалели что на его чтении произошел скандал но упрекали его что он уж слишком злоупотребил гипотезой тут было оторвано несколько параграфов остался только конец отчета у нас говорил лектор раз в год разверзается небо и мы слышим голос я есть я существую но вообразите себе несчастных людей которые никогда этого голоса не слышат которые не знают откуда они пришли куда идут знают только что они родились и должны умереть в своем сомнении в своем страхе смерти выдумывают они себе бога и доходят до того что уверуют в него невозможно закричали в публике невозможно уверовать в собственную выдумку господа это гипотеза я пойду дальше они захотят его олицетворить так как он все создал сообразят они он может всем распоряжаться значит он всемогущ затем в утешении себе они решат что он всемилостив но вспомнив о болезнях горестях бедствиях они прибавят что он справедлив и наказывает за грехи какой-нибудь вольнодумец возразит что ведь часто страдают больше всего добрые а злые наслаждаются уверовавшие сначала рассердятся нападут на вольнодумца затем придумают ну хоть первобытный грех который совершил первый человек и за который должно отвечать все человечество во имя высшей справедливости потом запутаются может быть сочиняют даже целую легенду хоть например об том как бог захотел простить человечеству первобытный грех захотел по своему милосердию сам искупить его для этого он сошел на землю но не в своем виде а в виде человека он раздвоился может быть даже расстроился и все-таки остался один вздор вздор нелепость кричат в публике гипотеза господа гипотеза и так как бог человек и воплотившись все же должен остаться богом то не может родиться он как все люди родиться он положим от девы которая и после его рождения останется девой тут лектору не дали договорить стащили его с хохотом с кафедры надели на него дурацкий колпак островская приводит сюжет использованный впоследствии в стихотворении в прозе два четверостишие а то слушайте еще другой сюжет была дикая страна жители в ней были как звери даже религии не имели явились туда два цивилизатора один из них начал с того что стал проповедовать религию религию прекрасную религию любви милости всепрощения его не слушали смеялись над ним считали сумасшедшим товарищ его был много его ниже и по уму и по характеру но хитрее лукавее он прислушивался к его словам запоминал и через некоторое время сам стал проповедовать то же самое но популярничая опошляя прекрасные мысли над ним не смеялись у него нашлись даже последователи один из них из этих последователей был человек ловкий он догадался распустил слух что новый проповедник пророк настоящий пророк и что у него вместо пупка огромная жемчужина тогда весь народ вся чернь уверовала выстроили храм неведомому богу лжепророка произвели в главные жрецы его первых последователей сделали также жрецами и посыпались на них деньги приношения а тот первый проповедник с ужасом увидал что его благородные мысли искажаются он пробовал возражать возражал публично на него напали как на богохульника заковали в цепи судили и приговорили к казни на площади перед храмом толпа у преддверия храма на троне сидит главный жрец окруженный другими жрецами посреди площади воздвигнут костер на костер тащат несчастного чернь ругается над ним бросает в него камнями вот его втащили привязали дрова подожгли чернь рукоплещет жрецы поют хвалебные гимны всемогущему существу а главный жрец подняв руки к небу восхваляет бога милости бога любви Ивану Сергеевичу было лучше в тот день он только изредка охал когда приходилось повернуться он был весел шутил смеялся ах да постойте уходить ведь я вам не сообщил какое приключение еще со мной было сказал он с радостной улыбкой по дороге из деревни в Москву на одной маленькой станции вышел я на платформу вдруг подходят ко мне двое молодых людей по костюму и по манерам вроде мещан ли мастеровых позвольте позвольте узнать спрашивает один из них вы будете Иван Сергеевич Тургенев я тот самый что написал записки охотника тот самый они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс кланяемся вам сказал все тот же в знак уважения и благодарности от лица русского народа другой только молча еще поклонился тут позвонили мне бы догадаться сесть с ними в третий класс а я до того растерялся что не нашел даже что им ответить на следующих станциях я их искал но они пропали так я и не знаю кто они такие были я сейчас заходил к Богу сказал мне Петр Михайлович ему сегодня получше и он развеселился зовет нас вечером хочет нам прочитать новый рассказ я должен вас предупредить сказал Тургенев вынимая тетрадку что я прочту вам пустяк ко мне пристали вынь да полож давай хоть что-нибудь обещать то я обещался а готового у меня ничего нет вот я в деревне и отыскал этот рассказ между заброшенными бумагами и отделал его насколько мог это одно из тех личных приключений которые я бывало записывал для собственного удовольствия никак не воображая что кто-нибудь когда-нибудь захочет это напечатать не помню по какому случаю разговор зашел о воспитании мое убеждение говорил Иван Сергеевич что можно обучить но не воспитать каким образом под каким впечатлением складывается характер до сих пор еще остается неразгаданной тайной вот вот вам пример сказал он между прочим нас с братом и Самаринах наши отцы воспитывали по одной и той же системе я описал подобную систему в дворянском гнезде в детстве Лаврецкого в это время многие увлекались так называемым спартанским воспитанием и что же вышло я оказался слабохарактерным расплывчатым а из Юрия Дмитрия Самаринах вышли люди сосредоточенные сильной волей да тяжело в те времена приходилось детям отец мой только раз в жизни поцеловал меня когда я выдержал выпускной университетский экзамен последние годы перед смертью он лежал почти недвижим а мы его больного расслабленного боялись как огня каждое утро и каждый вечер мы обязаны были приходить к нему целовать у него руку но затем уже без позволения не смогли входить в его комнату бывало если сверх положения позовут нас к отцу мы уже дрожим знаем что не даром Тургенев все болел он очень тосковал уж если лежать так хоть лежать дома со своими жаловался он Тургенев наконец вышел из терпения и собрался в Париж пить воды нельзя пока припадок продолжается а кто его знает долго ли он продолжится пожалуй до конца сезона накануне его отъезда мы пришли к нему проститься мы застали его в приемной комнате на диване видите я в состоянии немного двигаться сказал он нам завтра доведут меня до коляски довезут до вокзала усадят в вагон я еду на поезде прямого сообщения и надеюсь кое-как добраться дам наводку чтобы ко мне в вагон не пускали а если это не поможет то как кто ко мне полезет притворюсь сумасшедшим пассажиры испугаются и оставят меня в покое вошел другой гость этому он обрадовался это был господин к немец лет тридцати пяти совсем на немца не похожий такой подвижный оживленный оказалось что он десять лет прожил в Америке и обамериканился впрочем Америку он не любил в Америке говорил он хорошо дело делать деньги наживать но жить скверно с американцем европеец дружески сойтись не может там европеецы жмутся друг к другу американцы грубые антипатичные ни один из них задаром пальцем не двинет чтобы помочь человеку хоть погибай при нем вот вам пример раз при мне наехал дилежанс на человека переломил ему ноги и почти до смерти раздавил так что он едва дышал я конечно бросился к нему никто кругом даже внимания не обратил и когда я остановил прохожего чтобы он помог дотащить несчастного доизвозчика так он спросил меня это ваш брат они даже не могут представить себе что можно помочь постороннему из простой жалости рассказал он еще о неграх негров освободили неграм дали права да знаете ли как американец презирает негра говорят в Европе там в новом свете истинная свобода нет предрассудков вот я вам что скажу вашего поэта Пушкина в Америке никто бы в лакейскую не пустил только от того что у него предок был черный расскажу я вам два факта которые мне припомнились теперь зашел я в магазин прихорошенькая и совершенно порядочная дама выбирает материю сначала все шло хорошо захотела она пощупать доброту и сняла перчатку вдруг приказчик стал с ней так грубо обращаться что я вступился за нее что же он мне ответил посмотрите ей на ногти и вы поймете чего она стоит в другой раз отправились мы с женой по железной дороге на дачу к знакомым нас вышли встретить на дебаркадере не успели мы выйти из вагона как мой знакомый накинулся на меня что вы наделали вы компрометировали вашу жену что такое разве вы не заметили кто около вас сидел кто барыня какая-то вы вы на ногти не посмотрели я знаю ее это квартиронка какой славный немец сказала я когда Ка ушел да подтвердил Тургенев я его очень люблю он бывший эмигрант в молодости он был заподозрен в участии в каких-то смутах и эмигрировал а теперь воротился живет в Берлине выбран депутатом в Рейхстаг с летами он уходился но беспокойная жилка в нем все-таки осталась да не в том дело я хочу вам сообщить чем я был занят последние дни надо вам сказать что накануне моего отъезда из Петербурга вышел я из гостиницы по разным хлопотам возвращаюсь домой и нахожу у себя букет и визитную карточку Анна Павловна Философова я конечно отправился к ней она меня приняла крайне любезно объяснила мне что как писатель я ей всегда нравился но что против меня как человека не зная меня лично у нее были предубеждения а теперь она убедилась что я человек хороший я слышала говорит что вы пишете роман о новых людях так не хотите ли я вам дам некоторые бумаги которые вас близко познакомят с этими людьми я разумеется не отказался и вот на днях получаю я от нее целый портфель с письмами разных лиц и ее собственный дневник все это в высшей степени интересно для меня только не с той стороны с которой она думала особенно интересно тут одно лицо молодой человек который подписывается не иначе как ваш Лео из известного романа Шпильгагена науки известные человечеству я передаю вам не его словами но смысл тот же и все в этом роде так вот в чем дело воспользоваться всем этим для моего романа я очень бы желал только бы я над Лео и над многими тут фигурирующими лицами жестоко бы посмеялся а ведь она думала поразить меня и восхитить как же быть ведь при таких условиях мне нельзя воспользоваться конечно нельзя подтвердил Петр Михайлович а ведь соблазн велик вот что я придумал напишу я ей откровенно так и так сударыня мы расходимся с вами во мнениях свое мнение о типе людей подобных протеже философовой Тургенев высказал в письме к ней от 18 30 августа 1874 года он обвинил их в скудости мысли в отсутствии познаний Тургенев письма том 10 страница 281 не позволите ли вы мне все-таки высказать свое мнение печатью да ведь не позволит разумеется не позволит обидно очень обидно у меня в голове уже сложилась целая сцена между моим героем и этим Лео герой мой столкнулся бы с Лео в тяжелую минуту колебания и почти полного разочарования и Лео его бы доконал в конце мая 1875 года двинулись мы опять за границу в Мариенбаде грустно нам жилось в один тоскливый день узнаем мы что Тургенев приехал в Карлсбад знаешь что сказал мне Петр Михайлович вечером не съездит ли нам в Карлсбад на Бога посмотреть в самом деле съездим мы застали Тургенева дома вошел в комнату господин немолодой худощавый Алексей Толстой назвал его Тургенев Толстой был похож и не похож на портрет приложенный к последнему изданию его сочинений черты были те же но не было у него того мечтательного как будто даже восторженного взгляда вообще на портрете лицо его украшено и одухотворено оно у него было самое обыкновенное я все мысленно сравнивала Толстого с Тургеневым оба не думала я в высшей степени благовоспитаны а есть разница у Толстого заметен оттенок эти хорошие манеры от которых людям простым становится неловко у Тургенева обращение благородное изящное вместе с тем чувствуешь что в нем нет того джентльменства которое шокируется из-за пустяков отгадайте кто навестил меня вчера сказал Тургенев как только пришел к нам в вокзал и уселся помните я вам рассказывал о дневнике философовой и об одном молодом человеке что величал себя Лео помним ну так этот самый господин являлся ко мне нарочно приезжал сюда чтобы со мной повидаться и как вы думаете зачем надо вам сказать что я написал тогда философовой и в письме между прочим высказался об нем откровенно оказывается что она мое письмо показала всем своим знакомым и этого Лео задразнили что вот Тургенев находит его неумным так он приезжал ко мне чтобы заставить меня переменить мнение о себе но я мнение не переменил и сурово же я с ним разговаривал даже сам себя не узнавал он толковал мне вы нас не знаете мы еще не имели случая действовать и все мы да мы а я ну вот когда вы что-нибудь сделаете вас будут уважать а до тех пор за что же да я может быть и не решился бы быть с ним таким строгим если бы у него рот не был такой противный такие у него губы неприятные не позволило вам философа воспользоваться ее бумагами для романа спросил Петр Михайлович нет так как я хотел не позволило разумеется по случаю романа зашел разговор о новых людях нигилисты говорил Иван Сергеевич были еще наши дети они еще много говорили мало делали а эти совсем не говорят и готовы делать жертвовать собой и только не знают что делать как собой жертвовать и еще я убедился что большая часть из них чистейшие идеалисты я недавно одному из них говорил вам не революционером быть а элегии писать он даже как будто согласился зачем же спрашиваю вы не за свое дело беретесь так говорит надо а у самого лицо растерянное другого объяснения он мне не дал уж не знаю не хотел ли он или действительно он сам хорошенько не знал зачем лезет на рогатину а то я еще экземпляр знаю тот из принципа женился на крестьянке и на самой дурной глупой которую мужики-то обегали зачем же на самой дурной глупой спросила я кажется так же из принципа он женился чтобы слиться с народом а видите народ будто не разбирает хороша ли дурна ли жена только бы хозяйка была поселился он с ней в курной избе начал жить совсем по-мужицки и конечно не выдержал кончилось тем что жене он выстроил дом дал денег только чтобы отделаться от нее и кажется кроме того постоянно откупается от нее недолго нам пришлось побыть с Тургеневым поезд уходил рано в этот год мы с ним больше не виделись весной 1876 года наш домашний доктор стал опять гнать нас за границу но только что соберемся муж мой опять сляжет и так продолжалось до лета наконец воспользовались мы первой передышкой и отправились уже на пароходе Петр Михайлович опять слег мы остановились в Нижнем и там он пролежал двое суток в Москве полторы недели в Петербурге мы засели на целых три Петру Михайловичу стало полегче мы решили съехать дальше дня за два до назначенного отъезда узнали мы что Тургенев в Петербурге и остановился у Демута Петр Михайлович очень обрадовался хоть немножко освежусь хорошего человека увижу он пошел к нему Иван Сергеевич сказал он возвратившись непременно хотел прийти к тебе но я его просил не ходить завтра утром я обещался привезти тебя к нему если сил достанет он едет послезавтра в Париж так что мы попадем с ним на один поезд часов в десять утра постучались мы в номер к Тургеневу он сам отворил нам а очень рад входите входите я вам и чай приготовил постойте что я вам покажу он пошел в соседнюю комнату и принес исписанную бумажку слушайте он прочел стихотворение крокет вчера вечером я был на пресловутой стрелке и там встретился с Горчаковым потолковали мы с ним и вот это стихотворение следствие нашего разговора по всей вероятности Тургенев разговаривал с Горчаковым крупным дипломатом министром иностранных дел в России беседа с Горчаковым хорошо осведомленным о ходе событий на Балканах возможно в какой-то мере и повлияла на Тургенева возмущенного политикой Англии в славянском вопросе официально занимая позицию нейтралитета Англия на самом деле помогала Турции против болгар сражающихся за свою независимость крокет в Виндзоре написан 20 июля 1876 года под впечатлением балканских событий кровавого подавления турками восстания в Болгарии болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства говорил писатель они только и живут во мне Тургенев письма том 11 страница 349 стихотворение не было пропущено цензурой и появилось только в 1881 году слово номер 3 а до того распространялось в многочисленных списках было переведено на английский французский и немецкий языки Тургенев сочинение том 13 страницы 292 и с 691 по 694 как вы знаете у меня поэтического таланта нет но страстишка к языку богов есть нет-нет и прорвусь всю ночь не спал все стихи сочинял прибавил он добродушно улыбаясь и посмеиваясь сам над собой отдам их напечатать хоть они и плохи насчет этого хочется хоть как-нибудь да высказаться а что ваш роман спросил Петр Михайлович слава богу кончен сдам его сегодня здесь он у меня в этом столе переписан и готов здесь он у вас пожалуйста выньте его и покажите ей издали зачем же издали если вас интересует я и вблизи покажу он вынул из стола тетрадь и показал мне я прочла заглавие новь что Наташа поддразнивал меня муж око видит зуб не имет скоро скоро прочитаете сказал Иван Сергеевич какое же скоро пожаловалась я не раньше января и кажется он не длинный как не длинный я против своих правил растянул его очень уж мне хотелось все сказать и не уступлю я из него ни строчки ни словечка я так и Стасюлевичу сказал если всего не пропустят если хоть что-нибудь вычеркнут беру назад и печатаю за границей я знаю он не понравится будет та же история что с отцы и дети все меня бронить будут никто мне не поверит придется ждать молча чтобы убедились что я писал то что видел и как понял если я ошибся что делать беда небольшая будет одним плохим романом больше на свете но не думаю чтобы я ошибся взяли мы отдельное купе и только что успели разложить по сеткам свои несессеры и свертки как у двери показался Тургенев здравствуйте я вас искал думал уж не остались ли вы я поместился с вами рядом сейчас устроюсь и приду к вам как сейчас смотрю на него как он сидел передо мной в вагоне в темно-синем сюртуке такой красивый ласковый добрый он опять завел речь о своем романе будет в нем одно словечко которое может сделаться таким же популярным как слово нигилист очень уж оно метко выражает стремление современной молодежи только не я его нашел какое же это словечко спросила я не скажу я пока держу его в секрете кто же его нашел вообразите простая мещанка когда я останавливался весной в Москве по дороге в деревню мне случилось быть в гостях у знакомого мещанина позвал он меня на свадьбу сына на свадебном обеде меня посадили рядом с теткой молодого бабой бойкой и замечательно умной я с ней разговаривался и так как у меня в то время все мой роман бродил в голове стал я ее расспрашивать не случалось ли ей видеть кого из тех молодых людей что в народ ходят а говорит знаю это те что и сказала она это слово у меня даже холод по спине пробежал вот оно думаю слово то настоящее она употребила глагол а я из него сделал прилагательное оно собственно значит человек который хочет сделаться совсем простолюдином какое же это слово может быть а простонародица нет а простонародица все-таки заключает в себе что-то вроде осуждения она просто определила да нет не спрашивайте ничего больше не скажу узнаете когда роман прочитаете и умница же была эта женщина просто палата ума что не скажет что называется рублем подарит и говорит просто спокойно стал он нам рассказывать об иммигрантах много их ко мне ходит большая часть из них бедствует и у всех одна песня милостыни не хотим дайте работы я им обыкновенно отвечаю вы просите того чего всего труднее достать ведь какой работы они просят уроков или корреспондентства учить они большую частью могут только русскому языку и то с грехом пополам а много ли в париже желающих учиться по-русски на каждого ученика придется десять учителей что же касается докорреспонденций я сколько раз им доказывал что у наших редакций есть такие корреспонденты как золя и другие хоть не столь талантливые но умелые так кому же охота их брать да и об чем они могут писать из Парижа что они видят что знают устроил я с помощью госпожи виардо концерт и на собранные деньги основалась русская библиотека библиотека собственно предлог я хотел чтобы у них было место где бы они могли проводить несколько часов в теплой комнате и где бы они могли собираться чтобы не быть совершенно потерянными в большом городе заходил я к ним недавно туда господи что за грязь за хаос рассказал он нам о своем последнем свидании с Герценом когда я узнал что он опасно болен я поехал к нему застал его почти умирающим он мне ужасно обрадовался и мы безо всяких объяснений обнились зашел спор о дураках ничего не может быть хуже дурака доказывал Петр Михайлович дурак вреднее подлеца умный мошенник смошенничает там где ему нужно а где ему не нужно делать дурное он сумеет сделать хорошее дурак же везде и всегда напакостит по глупости если бы возможно было уничтожить всех дураков на земле царство бы небесное наступило что вы голубчик дураков уничтожить да ведь дураки именно те форточки через которые можно видеть душу человеческую они тем и дороги для нас писателей умный человек свернется внутрь себя прошу покорно его разбирать он скрыться умеет а дурак весь как на ладонке дураков уничтожить что вы бог с вами нет я дураков люблю как их не любить вот например со мной в отделении сидит какой-то господин веревкин он успел мне и фамилию свою сообщить стоит взглянуть на него чтобы узнать что он глуп как пробка а я его полюбил мне все в нем мило как он смотрит как слова выговаривает говорит он так самоуверенно и все мне объяснял и разъяснял так подробно чтобы я его хорошенько понял он знает кто вы спросила я бог его ведает да хоть бы и знал ему все равно он литературой не интересуется есть хорошее средство узнавать провинциальное общество говорил тургенев я бывало как приеду в провинциальный город стараюсь узнать кто в городе львица такие дамы всегда бывают в провинции узнаю и познакомлюсь тут уж непременно увидишь всех и все нараспашку кто влюблен кто дурачится кто ловеласничает каждый занят своим делом и забывает скрытничать прежде мне было лафа наблюдать а с тех пор как я сделался известностью труднее стало берегуться меня я только раз был свидетелем как предчувствие исполнилось рассказывал он нам я еще был ребенком тогда сидим мы раз летом на балконе вдруг матушка вскрикивает ах сердце щемит капель чувствую случилось какое-нибудь несчастье впрочем с ней такие истории происходили часто иногда по нескольку раз в день но на этот раз не успела она сказать видим скачет староста без шапки без седла ноги хлопают по бокам лошади матушка ах ах вот вот староста соскочил с лошади перед балконом бледно испуганно и сударыня несчастье рига горит ну конечно истерика обморок стал Петр Михайлович рассказывать как он в Симбирске бегает от знакомых никому не ходит никого к себе не пускает напрасно возразил Иван Сергеевич без людей не проживешь людей оттолкнуть легко воротить же после трудно читали читали она интересна потому что тут я рассказал действительное происшествие происшествие удивительное да сказала я тут удивительно не то что этот работник пошел а то что они вспомнили его послать конечно и заметьте что я ничего не прибавил нисколько не раскрасил Владимир Васильевич Стасов из воспоминаний об Иване Сергеевиче Тургеневе крупнейший художественный и музыкальный критик второй половины девятнадцатого века историк искусства Владимир Васильевич Стасов 1824 1911 годы испытывал интерес к личности Тургенева задолго до знакомства с ним которое состоялось 6 18 марта 1867 года на симфоническом концерте бесплатной воскресной музыкальной школы острое и точное чувство современности свойственное автору отцов и детей особенно привлекало идеолога нового русского искусства передвижничество у вас во всю жизнь был талант попадать вашими писаниями в самую бьющую жилку современности говорил писатель Устасов в 1871 году Тургеневский сборник выпуск 1 1964 год страница 451 Тургенев обратил внимание на некоторые ранние выступления критика посвященные проблемам искусства с истинным удовольствием пришлось мне прочесть статью Стасова о Брюлове сообщал он Каткову в 1862 году наконец-то послышалось правдивое слово об этом человеке в 9 и 10 номерах русского вестника за 1861 год была напечатана статья Стасова о значении Брюлова и Иванова в русском искусстве Тургенев письма том 4 страница 324 а год спустя Тургенев вновь упоминает о статьях критика в современнике с удовольствием прочел почти все статьи замечает он в письме к Щербаню от 2 14 июня 1863 года особенно мне понравилась горячая энергическая статья Стасова о выставке Тургенев письма том 4 страница 129 Стасова и Тургенев сближала глубокая проникающая всю жизнь одержимость искусством оба они были неутомимыми и самоотверженными пропагандистами русской культуры они покровительствовали скульптуру Антокольскому видя в нем великий новаторский талант сходились они и в своей высокой оценке художника Верещагина Однако начиная почти с первого же дня знакомства Стасов стал постоянным оппонентом Тургенева в их горячих спорах о русском искусстве о путях развития современной музыки и живописи об отношении к классическим образцам искусства Западной Европы В решении этих проблем Тургенев и Стасов не сходились и в полемическом задоре часто бывали несправедливы в оценке друг друга что сказалось и в настоящих воспоминаниях Тургенев видел в страстной Стасовской проповеди русского искусства замаскированное славянофильство а славянофильское кредо было всегда ему противно Бабарыкин том 1 страница 310 Эти наблюдения принадлежащие Бабарыкину в общем верно указывают главную причину разногласий Тургенева и Стасова Тургенев обвинял Стасова в нигилистическом отношении к европейскому искусству Стасов же в полемическом задоре называл Тургенева врагом всякой новизны в искусстве имея в виду его скептическое отношение к творчеству таких тогда еще молодых композиторов как Балакирев Доргомышский врагом реализма и жизненной правды человеком который так и не оценил новую русскую музыку но Тургенев в данном случае не мог согласиться со Стасовым хотя я и не слыву за взятым патриотом однако всякое проявление поэзии и искусства на Руси меня глубоко радует родному художеству радоваться я буду первый утверждал он в своих письмах к Стасову Тургенев письма том 10 страница 317 том 9 страницы с 284 по 286 Тургенев также ратовал за возникновение и развитие живой русской оперы отечественной симфонической музыки писатель был убежден что Глинка глубоко национальное творчество которого он знал и любил истинный родоначальник русской музыки от него поведет она свое начало Тургенев письма том 3 страница 95 а в конце 50-х годов как утверждает советский исследователь Тургенев не только сочувствовал но и способствовал процессу развития национальной музыки Тургеневский сборник выпуск 1 1964 год страница 385 в среде композиторов составивших могучую кучку являвших собой действительно могучее реалистическое движение в музыке сюда входили Балакирев Бородин Мусоргский Римский Корсаков Кюи писатель не находил в то время музыканта по силе таланта и национальной самобытности равного Глинке каменный гость Доргомышского формально не входившего в могучую кучку разочаровал Тургенева поначалу заинтересовавшегося новой оперой композитора он просил прислать ему из России ее партитуру Тургеневу вероятно не удалось услышать таких выдающихся созданий новой русской музыки как Борис Годунов Мусоргского не знал он и лучшего создания Доргомышского оперы Русалка не менее ожесточенные споры разгорались между Тургеневым и Стасовым по поводу произведений представлявших русскую художественную школу передвижничества об этом в книге Зильбертштейн Репин и Тургенев Москва Ленинград издательство Академии наук СССР 1945 Отношение Тургенева увлеченного знатока европейской живописи превосходно изучившего итальянскую голландскую французскую школы к новому изобразительному искусству в большой мере разъясняет его письмо 1882 года адресованное художнику Крамскому В этом письме и выражено то, чего Тургенев ожидал от нового русского искусства Здесь сформулированы его эстетические принципы Французское общество заинтересовалось русским художеством именно с тех пор, как оно получило самостоятельность и выказало оригинальность стало русским народным То же самое произошло во Франции и с нашей литературой писал он Образцами же истинного русского высокого искусства по мысли Тургенева могут быть бурлаки Репина произведения Верещагина Крамского которые и являют пример полного достижения Была еще причина вызывавшая споры и несогласия отношение Стасова к творчеству Пушкина Стасов позволял себе критиковать поэта за фальшивые кривые с его точки зрения вещи какими он считал например главу русская изба из статьи путешествия из Москвы в Петербург и статью Александр Радищев Такие иконоборческие настроения казались святотатством Тургеневу Но несмотря на острые разногласия отношения между Стасовым и Тургеневым оставались дружескими до конца жизни писателя они встречались в России и за границей часто обменивались письмами Воспоминания Стасова о Тургеневе были впервые опубликованы в журнале «Северный вестник» за 1888 год номер десятый под названием «20 писем Тургенева и мое знакомство с ним» В настоящем издании печатается только собственно мемуарная часть по тексту журнальной публикации Глава первая Все наши сношения имели в большинстве случаев предметом искусства живопись скульптуру и музыку Искусство нам обоим было равно дорого и интересно но взгляды наши на него были совершенно противоположны Тургенев по своим вкусам взглядом на искусство был классик и идеалист а я не был ни тем ни другим Но именно эта-то диаметральная противоположность направления и делала для нас обмен мыслей об искусстве в высшей степени интересным и притягательным нам приходилось вечно спорить при этом мы иногда даже сильно раздражались становились чуть не врагами много раз закаивались когда-нибудь еще снова вступать в спор даже уверяли иногда сердитые при расставании что никогда никогда не станем даже начинать разговоры об искусстве и все-таки при первой оказии снова спорили с ожесточением чуть не с пеной у рта в 1878 году в одном из своих стихотворений в прозе Тургенев говорит спорь с человеком умнее тебя он тебя победит но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя спорь с человеком ума равного за кем бы ни осталась победа ты по крайней мере испытаешь удовольствие борьбы спорь с человеком ума слабейшего спорь не из желания победы но ты можешь быть ему полезным спорь даже с глупцом ни славы ни выгоды ты не добудешь но отчего иногда не позабавиться не спорь только с Владимиром Стасовым стихотворение названо с кем спорить несмотря однако же на такой строгий приказ другим сам Тургенев никогда его не исполнял в отношении к самому себе и много лет своей жизни проспорил со мною и до и после этого своего стихотворения в прозе я в первый раз увидел Тургенева в 1865 году это было в зале благородного собрания у полицейского моста Тургенев немного опоздал в концерт русского музыкального общества который в этот вечер там давался и войдя в залу рассказывал какой-то знакомой своей даме рядом со мною отчего опоздал я только что услышал в первый раз квинтет Шумана душа моя в огне говорил он по-французски мягким и тихим голосом немного пришепетывая я в первый раз видел эту крупную величавую немного сутуловатую фигуру его голову с густой гривой тогда еще не седых волос вокруг его добрые немножко потухшие глаза Шумана страстно любил тогда весь наш музыкальный кружок я тоже и мне было приятно вдруг узнать что и такой талантливый человек как Тургенев поражен Шуманом как мы навряд ли кто-нибудь еще из всех наших литераторов знал тогда что-нибудь о Шумане и тем более способен был понимать его но началась новая пьеса Тургенев пошел вперед на свое место и я его в тот вечер более не видал и не слыхал года два спустя в 1867 году мне привелось снова увидеть Тургенева и опять в концерте но на этот раз в зале дворянского собрания и тут мы уже познакомились это было 6 марта день мне очень памятен шел концерт бесплатной музыкальной школы под управлением Балакирева в антракте между первую и вторую частью подошел ко мне Василий Петрович Боткин старинный мой знакомый и сказал мне Тургенев здесь ему хотелось бы с вами познакомиться хотите а надо сказать что Боткин уже задолго перед тем за год или больше рассказывал мне что Тургенев еще когда в первый раз прочитал мою статью о Брюллове напечатанную в русском вестнике в конце 1861 года был ею очень восхищен и потом много раз говорил Боткину что желает со мной однажды познакомиться оно и понятно мои мнения о Брюллове почти совершенно сходились с его собственными мне конечно было очень приятно познакомиться с таким знаменитым человеком как Тургенев да еще кроме того с тем кто был автор давнишнего предмета моего обожания романа отцы и дети я выждал пока оркестр кончил увертюру король лир Балакирева и потом пошел и пробрался между рядами стульев в самую середину залы где сидел Тургенев рядом с Боткиным подле них не было пустого места и мне пришлось сесть сзади них в следующем ряду как странно должен был происходить наш первый разговор я говорил с Тургеневым сзади наклоняясь к нему вперед а он должен был в полтела оборачиваться ко мне назад чтобы слышать меня или сказать мне что-нибудь первый заговорил Тургенев и прежде всего повторил мне еще новый раз какое впечатление произвела на него моя статья о брюлове при этом я ему сказал то чего он конечно не знал что Катков выбросил у меня ничего вперед не сказавши целую главу вторую где я говорил о Рубинсе Ван Дике и других живописцах в отношении к ним Брюлова что Катков только лишь позже по напечатанной статье написал мне а немного спустя и сам лично приехал ко мне извиняться уверяя что так лучше как он теперь устроил что тут делать конечно пришлось молчать но это санфасонная расправа вместе с несколькими другими такими же была первую причиной заставившую меня думать о том что надо уходить из русского вестника направление Каткова в 1862 году только окончательно решило меня Тургенев в ответ мне тоже жаловался на деспотизм и своевольство Каткова рассказывал как он урезал и изменил многое у него в отцах и детях о грубом вмешательстве Каткова в текст отцов и детей в собрании сочинений Тургенева том восьмой страницы с пятьсот семьдесят седьмой по пятьсот восемьдесят девятую но Тургенев на этом не остановился он опять воротился к Брюллову и спросил меня читал ли я его статью об Иванове где говорится тоже и о Брюллове но я этой статьи не знал она была напечатана в журнале век очень мало распространенном и о котором мне ни от кого не приходилось слышать жаль сказал Тургенев там я высказываю о Брюллове почти то же что и вы только у вас на сцене вся его жизнь критика всех его произведений большая работа а у меня только говорится о Брюллове вообще но тут я заговорил про его роман дым только что всего за несколько дней перед тем напечатанной мартовская книжка русского вестника и про который я уже и раньше того подробно знал от Боткина вот вы и здесь тоже Иван Сергеевич довольно сильно отозвались про Брюллова сказал я у Тургенева сказано в дыме двадцать лет сряду поклонялись эткой пухлой ничтожности Брюллову примечание Стасова конечно конечно отвечал Тургенев мы с вами оба одинаково не выносим его сказал он иначе и быть не должно рано или поздно все у нас будут тоже думать но я тотчас же по поводу дыма перешел к Глинке и спросил Тургенева неужели он и сам думает о Глинке то самое что его Потугин ведь это ужасно говорил я ну Потугин не Потугин возразил Тургенев тут есть маленький шарж преувеличение я хотел представить совершенного западника однако я и сам многое так же думаю как Глинка только самородок и больше ничего ну да конечно он был талантливый человек но ведь не был же он тем чем вы все здесь в Петербурге вообразили и что проповедуете у нас теперь в газетах и у нас сию же секунду завязался спор горячий сердитый первый из тех споров какие мне суждено было вести с Тургеневым в продолжение стольких еще лет впереди но мы недолго остановились на одном Глинке Тургенев перешел к новейшим русским композиторам которых сильно недолюбливал и с порядочным презрением отзывался о них что я о них думаю вы видели в дыме сказал он сильно уже волнуюсь но скажите Иван Сергеевич спросил я много ли вы их знаете да даже много ли вы могли их и слышать то в Париже когда я бываю в Петербурге я непременно стараюсь услышать все новое что у вас тут делается это ужасно да вот чего далеко ходить стоит только послушать что сегодня вечером здесь подают в первой части нам пели какой-то волшебный хор господина Доргомышского из Рогданы ну да из Рогданы или откуда там ни на есть волшебный хор ха-ха-ха прекрасное волшебство и что это за музыка ужасная само ничтожество самоординарность не стоит в Россию ездить для такой русской школы это вам везде где угодно покажут в Германии во Франции в любом концерте и никто никакого внимания не обратит но у вас тут сейчас великое создание самобытная русская школа русская самобытная а потом еще этот король лир господина Балакиреву Балакирев и Шекспир что между ними общего колосс поэзии и пигмей музыки даже вовсе не музыкант потом потом еще этот хор Сеннанхериба господина Мусоргского что за самообман что за слепота что за невежество что за игнорирование Европы в этом тоне продолжалась наша беседа до конца концерта правда мы уже не слушали ни хора из демона барона Шеля ни прощальной песни Данаи Афанасьевым Тургенев вздумал было и на них напасть но я его остановил объявив что эти вовсе уже не принадлежат к новой русской школе и тогда мы перешагнув через этих композиторов продолжали свою музыкальную дуэль в письме к Полине Виардо Тургенев иронически отзывается о предстоящем концерте сегодня вечером я в большом концерте русской музыки будущего так как таковая тоже существует но это нечто совсем жалкое без идей без оригинальности это всего лишь плохая копия того что делается в Германии при этом зазнайство усиленное полным отсутствием цивилизации нас отличающим все свалено в одну кучу Россини Моцарт и даже Бетховен Тургенев письма том 4 страница 401 в этот вечер в зале дворянского собрания исполнялись многие из них впервые действительно далеко не лучшие произведения молодых русских композиторов были исполнены хор прощальная песнь Данаи Афанасьева хор поражения Сеннанхериба Мусоргского хор из оперы Демон Шеля хор из оперы Рогдана Доргомышского увертюра Король Лир Балакирева из всего что слушал тогда Тургенев в концертном репертуаре сохранилась лишь увертюра Король Лир да и то в иной редакции значительно более богатой чем ранее Крюков Тургенев и музыка Ленинград Музгис 1963 год страница 108 Я до того дня или точнее до дыма не знал до какой степени Тургенев терпеть не может новую русскую музыку и как мало в ней разумеет но с этих пор у нас прения о ней уже и не прекращались разве в одном только мы сходились вне любви к сочинениям Серова Тургенев напротив с одобрением отзывался о раннем творчестве Серова его операх Юдив и Рогнеда он находил в его произведениях дуновение страсти и величия Тургенев письма том 5 страница 441 Тургенев как и я мало находил у него дарования и признавал его музыку высяженную вовсе не оригинальную однако же концерт кончился и мы так много наспорились что хотя на расставании жали друг другу руку но разошлись изрядно окрысившиеся один на другого и уже совершенно в другом расположении духа чем в начале разговора час или полтора раньше после этого первого свидания прошел антракт в целых два года летом 1869 года в Мюнхене происходила всемирная художественная выставка в хрустальном дворце и я на ней был для меня накопилось в это время много приятного я в первый еще раз видел тогда Мюнхен его старую новую картинную галерею его скульптурный музей его улицы с историей архитектуры в лицах по фантазии короля Людвига было тут на что подивиться даже и помимо всемирной выставки наконец мне привелось в те же дни повидаться в Мюнхене с листом которого я не видал с 1843 года в Петербурге и которого встретил теперь стариком аббатом но все тем же увлекательным и увлекающимся великим художником каким знал его целых четверть столетия раньше полном энергии душевной красоты поэзии интереса ко всему все с прежними огненными глазами все с прежней густой гривой на плечах но мне предстояло еще одно неожиданное удовольствие встреча с Тургеневым я путешествовал тогда со своим братом Дмитрием мы остановились в Мюнхене в Байшер Хоф как-то раз мы остались обедать дома часу в шестом входим в огромную столовую с золотыми хорами вверху направо и налево места нам были отмечены но рядом с нами было оставлено еще несколько мест со стульями наклоненными к столу чтобы никто их не трогал какие-то будут тут у нас соседи англичане или французы итальянцы или немцы говорим мы один другому и в это самое время отворяется дверь залы и вдали показывается Тургенев он направлялся к нам степенно и торжественно ведя мадам Виардо под руку ее муж и какие-то еще их знакомые шли сзади и надо же было быть такому случаю Тургеневу отведено было место именно там где были опрокинуты к столу стулья он сел через место от меня нас разделял мсье Виардо но что же произошло из нашей встречи то что ни я ни Тургенев мы вовсе не обедали в тот день и проворные учтивые кельнеры уносили у нас из-под носу одну тарелку за другую у нас сразу затеялся такой оживленный разговор что нам было не до еды оно было не очень-то учтиво особливо в нашей тогдашней огромной и аристократической столовой зале битком набитой провести весь обед в каком-то горячем споре иной раз даже с прорывавшимися довольно громкими словами и фразами да еще так что весь разговор происходил за спиной Мсьевиардо ну что ж делать дело шло о слишком интересных уже предметах об этой встрече Стасов вспоминает в письме к Тургеневу от 13 октября старого стиля 1871 года я позволю себе на минуту продолжить здесь тот самый разговор который у нас с вами был два года тому назад в 1869 году в Мюнхене в раззолоченном табльдоте помните мне так много надо было рассказать вам про русские дела и литературу да столько же и услышать от вас что я прозевал весь обед и чертовски завитые кельнеры только и делали что таскали у меня из-под локтей нетронутые тарелки я через целых два года принужден повторить вам целиком тогдашний мой тезис что немало у нас бывает талантливых людей по части литературы и всяких изящных искусств но это самая великая редкость чтобы между этими талантами были люди с умом тургеневский сборник выпуск 1 1964 год страница 447 мадам виардо сидевшая против нас через стол с удивлением на нас поглядывала и ничего не понимая по-русски только изредка перебрасывалась коротенькими фразами со своим мужем в 1883 году незадолго до смерти тургенева я был в париже у мадам виардо и припоминая старинные времена напомнил ей тоже и про этот мюнхенский знаменитый наш обед она его живо вспомнила еще бы он был такой курьезный совершенно необыкновенный сказала она предметов для спора у нас тогда накопилась пропасть конечно были пункты где мы с тургеневым сходились например мы оба одинаково терпеть не могли и корнелиуса и каульбаха которыми так торжественно пародирует мюнхен и которые так дороги каждому немецкому сердцу а нам были несносные по своей деревянности педанству и условности тургенев критически относился к художнику каульбаху писавшему фрески на исторические религиозные сюжеты в неоклассическом стиле о мастерах этого типа тургенев замечал что они давно сданы в архив и серьезно никто не говорит о них тургенев письма том 9 страница 285 мы сходились также в нелюбви ко множеству других немецких художников но в то же время не сходились во множестве других вещей тургенев был великий поклонник всей новой французской школы среди современников тургеневым существовало устойчивое мнение о том что писатель был горячим приверженцем новой французской школы живописи и что художественные вкусы и симпатии его сложились не без влияния эстетической концепции Луи Виардо например об этом в воспоминаниях Боголюбова литературное наследство том 76 страницы 452 453 однако тургенев далеко не был безусловным поклонником всей новой французской школы как это категорически утверждает стасов наиболее сильным и прочным увлечением тургенева были не мастера салонного искусства а замечательные пейзажисты барбизонской школы особенно ценил тургенев полотна французского пейзажиста Теодора Руссо в которых по словам писателя сохранилась вся поэтическая прелесть и сила первого впечатления подробно об отношении тургенева к новому французскому искусству в книге Зильбертштейн Репина и Тургенев Москва Ленинград 1945 год глава отношения тургенева и Репина к современному французскому искусству страницы с 80 по 93 я далеко не безусловно признавал ее и это тотчас вело к бесконечным прениям про и контра но сверх того у нас речь шла также и о листе для меня лист был великим представителем великого движения в современной музыке и я полный присутствием листа в Мюнхене с жаром рассказывал Тургеневу про гениальные его создания мефисто вальс и танцы с которыми в конце 60-х годов стало ревностно знакомить петербургскую публику бесплатная школа Тургенев их не знал да и знать не желал в 40-е годы Тургенев сдержанно относился к творчеству листа воспринимая его прежде всего как пианиста исполнителя виртуоза но в начале 70-х годов он признал в листе выдающегося композитора Тургенев письма том 8 страницы 214-е и 375-е он застыл в Бетховене и Шумане и дальше в музыке ничего не признавал так мы и проговорили с Тургеневым в продолжении всего обеда то споря то соглашаясь то совершенно расходясь то восторгаясь вместе тем что обоим нам одинаково нравилось спустя немного месяцев мы встретились с Тургеневым уже в Петербурге весной 1870-го года открылась в соляном городке всероссийская выставка я так восхищался всею выставку и вообще и еще более талантливыми попытками молодого Гартмана создать что-то новое и оригинальное в русском архитектурном стиле что бывал на выставке решительно всякий день но однажды в конце мая я вдруг повстречался на выставке с Тургеневым который только что приехал в Петербург из Парижа и мы как встретились в большой крайней зале направо так остановились тут и не трогаясь с места проговорили друг с другом добрых часа полтора или два в разговоре в разговоре с Тургеневым для меня было всегда столько обаятельного прелестного хотя бы даже он на меня нападал и сердился он был так образован по-европейски он стольким интересовался его разговор был всегда так далек от всего поверхностного ничтожного его речь была иной раз так художественно и талантливо что невольно он к себе притягивал на этот раз я заговорил с ним про новый столько дорогой для меня шаг русской архитектуры начинающий выходить из постылой европейской рутины и пошлой подражательности еще всего за несколько минут вступив в дом выставки Тургенев не успел еще даже осмотреться вокруг он еще ничего не видел но я тотчас обратил его внимание на то что стояло и расстилалось вокруг нас стоило только поднять глаза и Тургенев столько художественный не мог не сознаться со мной что в самом деле что-то новое талантливое оригинальное изящное начинается в нашей архитектуре однако он гораздо менее восхищался чем я потом я рассказывал ему про торжество которое мы собирались сделать Балакиреву 30 мая и поднести ему в зале городской думы в самый троицын день большой серебряный венок и адрес это был протест всех приверженцев новой музыкальной русской школы против ретроградов русского музыкального общества только что радостно вытеснивших Балакирева из своей среды и отнявших у него дирижирование концертами этого общества Балакирев создавший в 1862 году бесплатную воскресную музыкальную школу где формировались эстетические принципы новой русской музыки композитор и дирижер лучших современных оркестров был вынужден в 1869 году уйти в отставку ее добивались противники нового направления консерваторы в искусстве с протестом против этой акции выступил Петр Ильич Чайковский Стасов избранное сочинение том 1 Москва издательство искусства 1952 год страницы со 194 по 196 но Тургенев мало сочувствовал новой русской музыки и события тогдашней ожесточенной борьбы двух лагерей оставляли его равнодушным и поговорив еще немного про всероссийскую выставку главные художественные примечательности которой я рассказал ему в торопях все целиком так как знал всю выставку наизусть как свои пять пальцев мы перешли к Франции Парижу Наполеону Третьему и Виктору Гюго последнего Тургенев терпеть не мог и не мог удержаться чтоб не напасть сейчас же на его последнее стихотворение гремевшие повсюду в Европе перед самым взрывом Прусской войны по всей вероятности речь идет о стихотворениях вошедших в книгу «Грозный год» 1872 Виктор Виктор Гюго Собрание сочинений в пятнадцати томах том тринадцатый Москва гослит изда 1958 год Тургенев 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 в целом весьма критически относился к творчеству Виктора Гюго к его с точки зрения классического писателя-реалиста запоздалому романтизму Тургеневу трудно было угодить стихами писал его друг Полонской Викторе Гюго он видел только блестящего Ритера Литературное наследство том семьдесят третий книга вторая страница двести одиннадцатая Однако уже в семидесятые годы он отдает должное мастерству и свободолюбивому пафосу поэтам Интересный отзыв Тургенева о Гюго приведен в мемуарах современницы писателя часто встречавшейся с ним в Париже в семидесятые годы Гюго не нравился Ивану Сергеевичу своей ходульностью и напыщенностью но он говорил что нельзя не преклоняться перед этим рыцарем Пера который более полустолетия с таким героизмом отстаивал самые возвышенные идеалы человечества и признал Гюго наравне с Шиллером величайшим поэтом юности сборник под знаменем науки Москва 1902 год страницы с 371 по 384 в 70-е годы Тургенев и Гюго встречались на международном литературном конгрессе на заседаниях комитета по сооружению памятника Гюставу Флоберу подробно о Тургеневе и Гюго в работе Алексеева Виктор Гюго и его русские знакомства литературное наследство том 31 32 страницы с 868 по 879 Мы немного поспорили о Викторе Гюго но зато остались совершенно одного мнения про Наполеона Третьего и оподленную им Францию среди которой Тургенев принужден был жить Тургенев говорил про Наполеона Третьего с бесконечным негодованием и злобой разошлись мы в самом дружеском расположении духа В следующем 1871 году Тургенев был в Петербурге в марте и апреле Мы виделись с ним несколько раз и тут я получил от него первое письмо ко мне Он приглашал меня от имени распорядителей приехать 4 марта в гостиницу Демута на большое собрание всех наших литераторов художников и музыкантов Это была затея Рубинштейна вознамерившегося устроить в Петербурге нечто вроде художественного клуба В большой зале Демута собралось несколько сот человек произносились речи всего более и длиннее говорили литератор граф Сологуб и скульптор Микешин говорили много и долго хотя без особенного склада о необходимости единения художников об океане солнце и многом другом столько же подходящим к делу произнес несколько слов и сам Рубинштейн а в конце вечера сыграл ко всему общему удовольствию вертюру Эггмонт но из всего собрания этого где все мы простояли целый вечер на ногах шумяя и волнуясь и из всей его бестолковщины и сумятицы ровно ничего не вышло через неделю снова собрались в той же зале опять одни говорили речи другие слушали а Рубинштейн играл но народу было гораздо меньше все разошлись и на том все дело и кончилось никакого художественного клуба и общества не склеилось должно быть в нем и не было никакой потребности 4-16 марта 1871 года Тургенев послал Стасову приглашение на музыкальный вечер затеянный Рубинштейном Тургенев письма том 9 страница 37 писатель был одним из организаторов таких артистических вечеров художественный клуб который по мысли Рубинштейна должен был объединять литераторов художников музыкантов Петербурга в сущности так и не был создан после двух собраний он был закрыт но не потому что в нем не было надобности как утверждает Стасов а из-за противодействия властей усмотревших в организации такого рода клуба крамольную затею так и похоронили вспоминал Рубинштейн время было ужасное Баренбойм Антон Григорьевич Рубинштейн том 2 Ленинград Музгис 1962 год страница 452 но спустя несколько недель произошло событие которое глубоко поразило нас обоих и Тургенева и меня в Академии художеств в одной из скульптурных мастерских была выставлена статуя Антокольского Иван Грозный на этот раз мы уже не думали с Тургеневым врозь мы одинаково были восхищены удивлены Тургенев еще вовсе не знал Антокольского не видал ни одного его произведения я же знал и его самого еще с конца 60-х годов а про первое его произведение еврей портной писал в газетах еще в 1864 году это выпало мне на долю раньше всех как про такое произведение которое много обещает но я никак не ожидал так скоро увидать у Антокольского такое высокое и оригинальное произведение как Иван Грозный я тотчас же напечатал в Санкт-Петербургских ведомостях статью которую старался обратить внимание нашей публики на крупное новое художественное явление тотчас же с первого дня толпа повалила в академию одна особа очень интеллигентная и интересующаяся русским искусством сказала мне посмотрите Владимир Васильевич вы пригнали сюда весь Петербург спустя неделю Тургенев напечатал в той же газете превосходную статью про Антокольского восторженная статья Стасова об Иване Грозно-Монтокольского появилась в Санкт-Петербургских ведомостях от 13 25 февраля 1871 года Тургенев посетил мастерскую 14 26 февраля В этот же день он писал Полине Виордом Я познакомился с молодым русским скульптором из Вильны обладающим незаурядным талантом Он извоял статую Ивана Грозного небрежно одетого сидящего с Библией на коленях погруженного в грозное и мрачное раздумье Я нахожу эту статую несомненным шедевром исторического и психологического проникновения великолепным по исполнению и сделано это совсем молодым человеком бедным как церковная крыса болезненным который начал заниматься воянием и научился читать и писать только в 22 года до этого он был рабочим в этом бедном болезненном юноше есть несомненно гениальность вот имя которое не умрет Тургенев письма том 9 страницы 18 и 363 под впечатлением которое произвела на него работа скульптора Тургенев опубликовал статью об Антокольском в Санкт-Петербургских ведомостях от 19 февраля 3 марта 1871 года нужно бить в барабаны ради него писал он Полине Виардо в день появления статьи Тургенев письма том 9 страница 364 об этом также в первом томе настоящего издания воспоминания Кропоткина И с тех пор самое глубокое и симпатичное чувство к таланту Антокольского никогда не прекращалось у Тургенева Он много раз говорил мне про него в своих письмах Когда впоследствии спустя лет 10 французский институт принял Антокольского в число своих членов Тургенев с радостным восхищением рассказывал всем своим знакомым в Париже какое это было необыкновенное избрание и как Антокольского институт утвердил единогласно без голосования Почти в то же самое время весной 1871 года появилась на выставке картина Репина «Дочь и Аирова», за которую Академия дала автору большую золотую медаль и Тургенев писал мне в том же году картина «Воскрешение дочери и Аира» первый большой успех Репина принесший ему не только высшую награду золотую медаль Академии художеств но и возможность в течение шести лет изучать за границей во Франции и Италии работы лучших мастеров живописи и скульптуры Мне очень было приятно узнать из вашей статьи что этот молодой мальчик так бодро и быстро подвигается вперед речь идет о письме Тургенева 28 ноября 10 декабря 1871 года в нем упоминается заметка Стасова о Репине напечатанная в Санкт-Петербургских ведомостях 1871 год номер 311 за 11 23 ноября Мы твердо верим что господину Репину предстоит самая значительная будущность писал Стасов заканчивая статью о художнике В нем талант большой и несомненный темперамент живописца с этих пор у нас с Тургеневым много и часто речь шла о Репине хотя наша оценка не всегда была одинакова нам не раз приходилось спорить Но где мы всего более расходились это по части музыки Тургенев очень мало знал и еще менее понимал русскую школу но нелюбовь к ней была у него очень сильна он много лет своей жизни провел в Париже в кругу госпожи Виардо артистки бесспорно очень образованной и высокоталантливой но давно уже остановившейся на вкусах и понятиях времен своей юности и ничем не приготовленной к уразумению тех стремлений которые одушевляли новую русскую школу Тургенев вместе с нею продолжал восхищаться только Моцартом и Глюком которых оперы Мадам Виардо сама в прежние времена с громадным успехом певала на театрах Европы Бетховеном и Шуманом которых он слыхал в парижских и петербургских концертах но дальше уже не шел и относился с самым враждебным пренебрежением к русской школе которая не успела еще получить общеевропейского патента и перевоспитываться в пользу которой ему уже было не в пору еще в дыме Тургенев устами своего Потугина самым неприязненным образом отзывался о новых русских музыкантах и уверял что у последнего немецкого флейтщика высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре в двадцать раз больше идей чем у всех наших самородков только флейтщик хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайденов а наш брат самородок трень-брень вальсик или романсик и смотришь уже руки в панталоны и рот призрительно искривлен я мол гений непочтение к старшим Моцарту и Гайдену было тут для Тургенева всего нестерпимее он не желал чтобы какие-то трень-брень совались вперед всяк дескать сверчок знай свой шесток и вот он писал мне однажды в 1872 году что весь каменный гость Доргомышского ничтожный писк собрания вялых бесцветных старческих бессильных речитативов имеется в виду письмо Тургенева от 15 27 марта 1872 года почти дословно свое резкое суждение о каменном госте Доргомышского Тургенев высказал и в другом письме к Павлу Васильевичу Аненкову от 11 23 февраля того же года Тургенев письма том 9 страница 226 помимо неприятия речитативного стиля оперы раздражение Тургенева было вызвано выбором сюжета ибо все связанное с именем Пушкина требовало по мнению писателя своего рода конгениальности как могли вы повторяю в этом ничтожном писке открыть что же не только музыку но даже гениальную новую делающую эпоху музыку неужто это бессознательный патриотизм я признаюсь кроме святотатственного посягания на одной из красивейших созданий Пушкина в этом каменном госте ничего не нашел Тургенев письма том 9 страница 245 что кроме Чайковского до Римского Корсакова которых он знал впрочем всего только по нескольким романсам всех остальных новых русских музыкантов стоило бы в куль да в воду египетский фараон Рампсенит 29 прибавлял Тургенев в комическом азарте так не забыт теперь как они будут забыты через 15-20 лет это одно меня утешает пророчество Тургенева о полной погибели новой русской школы не оправдалось да и сам он по-видимому сознавая как его изречения были поверхностны и как он мало в сущности или точнее сказать почти вовсе не знал новую русскую музыку просил меня в первый же приезд его в Россию устроить так чтобы ему можно было послушать новую русскую музыку и не одни только романсы но и оперы и инструментальные сочинения он знал от меня что наш музыкальный кружок часто собирается и что на этих собраниях выполняют в пении с фортепьяно целые акты и сцены из новых русских опер Каменного Гостя Псковитянки Бориса Годунова Ратклифа а в четырехручном исполнении целые симфонии увертюры и другие инструментальные создания новой нашей школы но товарищи композиторы долго отказывались что-нибудь исполнять для Тургенева все восхищались его романами повестями все были искренние поклонники его таланта но были возмущены его презрением к новой нашей музыкальной школе они думали что нечего хлопотать о просвещении человека слишком мало музыкального по натуре да вдобавок слишком застывшего за границей в старых классических предрассудках поэтому все решительно отказались исполнять для Тургенева Каменного Гостя который в начале 70-х годов исполнялся в наших маленьких собраниях очень часто всех более против этого был Мусоргский Тургенев так никогда и не слыхал Каменного Гостя пока его давали у нас зимой на театре Тургенева не было в Петербурге в нашем кружке он его также не услышал а как это столько новое по всем формам музыка исполнялось в доме у госпожи Виардо отгадать нельзя но сомнительно чтобы способны были исполнить эту новую эту совершенно оригинальную музыку так как желал сам автор и как исполнялась она по его указаниям в нашем кружке французские певцы и певицы возросшие только на глюке Моцарте и преданиях классической итальянской школы новая музыка требовала и нового исполнения а ни о том ни о другом Тургенев так никогда и не получил настоящего понятия из новых русских оркестровых сочинений он кроме садко римского корсакова кажется почти ничего не слыхал зато и вражда его к новому неведомому ему музыкальному направлению никогда не изменилось но но в мае 1874 года когда Тургенев был снова в Петербурге и снова просил меня дать ему послушать новой русской музыки мне удалось устроить у себя музыкальное собрание где присутствовал весь наш музыкальный кружок и где был также Рубинштейн в те годы иногда нас посещавший вся первая половина вечера была наполнена игрой Рубинштейна он повсегдашнему великолепно исполнил несколько пьес Шопена и Шумана всего изумительнее по таланту и поэтичности большие вариации Шумана и его же карнавал мы все были на седьмом небе Тургенев вместе со всеми нами он был полон невыразимого энтузиазма и восхищения но когда Рубинштейн уехал в десятом часу вечера торопясь застать поезд в Петергов мы оба остались одним Тургенев и наша музыкальная компания с которой он только что успел перезнакомиться с ним сделался припадок который нас всех перепугал он стоял посреди комнаты держа чашку чаю в руках и разговаривал со своими новыми знакомыми приготовляясь слушать последний акт Анжела Кьюи по его словам очень его интересовавший как вдруг он почувствовал нестерпимые боли в пояснице и в боку сначала он только стонал но скоро потом не мог более сдерживаться и громко кричал мы Тургенева увели в кабинет раздели и уложили около него стал хлопотать Бородин он сам был когда-то врач прежде чем сделаться профессором химии Тургеневу закутали поясницу горячими салфетками это его немножко успокоило но он продолжал стонать и по временам громко вскрикивать от острой боли сначала он приписывал свое нездоровье русскому завтраку которым его угостили в тот день в колонии малолетних преступников которую он в тот день посетил это проклятое русское кушанье восклицал он страдальческим голосом эти жирные пироги от которых я отвык в Европе надо же мне было ездить в эту колонию однако он скоро убедился что боль нежелудочного свойства и что это только мучительный громадно разросшийся припадок той самой болезни которая так давно ему была знакома подагра наш вечер расстроился все ходили на цыпочках подле комнаты где лежал Тургенев все говорили шепотом а музыки не было ипомину когда прошел страшный острый припадок и боль немного приутихла мы бережно проводили Тургенева по лестнице и его повез в гостиницу Демута где он тогда жил Апачинин который тоже должен был исполнять у нас в тот вечер несколько романсов новой русской школы для Тургенева про этот самый припадок болезни он писал спустя несколько дней 16 мая своему приятелю Полонскому со мною произошло пакостное дело нежданно негаданно нагрянула подагра да такая какой отроду не бывало разом в обеих ногах в обоих коленях просто все онеры мучился я сильно и теперь едва начинаю полозить по комнате на костылях однако доктор обнадеживает что в субботу можно будет уехать так как мне все-таки нужно попасть в Карлсбад но этот мучительный приступ подагры кроме всего остального имел результатом также и то что нам так и не удалось показать Тургеневу новые русские оперы симфонии совершенно оригинальную во всей музыке детскую мусоргского русскую декламацию другого случая со всем этим познакомить Тургенева так больше никогда и не представилась еще дня за два за три до этого неудавшегося вечера Тургенев был у меня в публичной библиотеке мы повсегдашнему много разговаривали с ним о разных художественных делах повсегдашнему много тоже и спорили об иных вопросах искусства и когда коснулось как-то случайно речь и некоторых произведений самого Тургенева я ему сказал да вот Иван Сергеевич я давно хотел вам сказать одну вещь вы знаете как я глубоко чту многие из ваших созданий конечно всего более отцов и детей мы столько раз уже о них говорили мне кажется я никогда довольно не наговорюсь об Азарове об Анни Паулне помните сколько я вам тоже говорил и про мои восхищения иными даже маленькими вашими вещами му-му рассказ о соловьях мало ли чем еще но вот чего я не могу понять в вашей натуре как это вечно писавшие о любви рисовавшие сотни любовных сцен вы в романах и повестях никогда не дошли до изображения страсти эту же мысль но в более резкой категорической форме Стасов повторил в статье по поводу графа Льва Толстого в романах и повестях Тургенева нигде не бил ключ страсти и силы чувства Стасов собрание сочинений том 3 страницы с 1417 по 1419 одна только сцена Базарова с Анной Павловной дошла до этого градуса белоколения везде в других местах страсть чувства очень умеренные скромные конечно тут везде и всегда много грации прелести но и только дело дальше никогда не шло ни в дворянском гнезде ни в дыме да просто нигде нигде что это за чудо Тургенев отвечал мне всякий делает что может видно я больше не мог да что об этом говорить что есть то есть давайте лучше говорить о Пушкине вот это настоящий великий человек а я я делал что мог и мы действительно принялись говорить в сотый раз о Пушкине но и тут я не раз спорил с Тургеневым и как не восхищался каменным гостем сценами из рыцарских времен Борисом Годуновым и множеством других великих созданий я постоянно указывал моему собеседнику что не могу же я восхищаться при всем великолепии стиха такими фальшивыми и кривыми вещами как изба радищев и так далее разве это не пятна на чудесной могучей поэтической личности Пушкина точь-в-точь как переписка с друзьями и множество всяческого пиетического ссора и отребья на памяти другого русского великого писателя Гоголя но Тургенев не хотел ничего этого знать и отстаивал своего обожаемого любимца Пушкина целиком находил все у него удивительным судя по ответным письмам Тургенева Стасову споры о Пушкине об отношении к классикам мирового искусства составляли одну из постоянных тем их полемики радуюсь вашему суждению о Пушкине Гете и Моцарте оно в порядке вещей еще бы вы их любили иронически замечает Тургенев в письме от 24 августа 5 сентября 1875 года Тургенев письма том 11 страница 117 в своем стремлении утвердить новое искусство Стасов впал в ту же крайность что и в свое время Писарев вот что писал например Стасов Буренину необходимо перебрать снова наших писателей с тех пор Пушкин например хотя вы со мной не раз спорили насчет этого вашего полуидола но если будете последовательны то должны резануть его тем же ланцетом как и Льва Толстого нет Пушкин по содержанию своему не годится более нынешнему поколению будущему будет невыносим и тошен последующему жалок и смешон Писарев начал уже новую нынешнюю переборку старого материала но не успел кончить цитируется по книге Репин и Тургенев страницы 60-61 может быть и он сам думал как его потугин нет будемте посмирнее да потише хороший ученик видит ошибки своего учителя но молчит о них почтительно ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь вот именно подобного молчания и лжепочтения я никогда и не признавал к чему они неужели выиграет что-нибудь великий талант великий человек когда станут почтительно замалчивать его заблуждение его ошибки его фальшивый иногда образ мыслей когда станут бережно утаивать их как что-то запрещенное и непозволительное какая близорукость какое невинное фарисейство на эту тему мы много раз спорили с Тургеневым но он был беспредельный фанатик и Пушкина и Гоголя на эту же тему мы снова спорили и в один из тех дней в конце мая когда Тургенев поправился после страшного своего приступа подагры я тогда часто посещал его в гостинице Демут и беседы наши длились по многу часов в этот вечер Тургенев был особенно оживлен даже почти раздражен не знаю какими неприятностями как он говорил в продолжении дня я этого вначале не замечал разговор съехал незаметно на Пушкина и мы снова спорили с большим жаром однако когда мы сошлись на котором-то мнении я с удивлением указал на это Тургеневу мы редко были согласны он расхохотался зашагал быстро по комнате в своей толстой мохнатой курточке и плисовых сапогах и размахивая руками громовым голосом и комично продекламировал согласны да если пришла такая минута когда бы я почувствовал что в чем-нибудь с вами согласен я побежал бы к окну растворил бы его и закричал бы на улицу проходящим он в эту минуту подковылял все еще больными своими ногами к окну на мойку и делал жест будто отворяет его и высовывается на набережную возьмите меня возьмите меня и свезите меня в сумасшедший дом я со Стасовым согласен я долго хохотал до слез чуть не до истерики от восхищения от этой талантливой комической выходки Тургенев долго хохотал вместе со мною просто до упаду и вечер кончился у нас в таком счастливом и веселом расположении духа как редко случалось скоро потом Тургенев уехал из Петербурга я тогда же рассказывал эту прелестную комическую сцену всем знакомым несколько раз напоминал потом о ней и Тургеневу после того он несколько раз в письмах и ко мне и к другим своим знакомым высказывал ту же самую мысль но уже далеко не в такой картинной талантливой и комической форме мне он писал в апреле 1875 года то что вы говорите о Харламове меня не удивило это в порядке вещей зная радикальное можно сказать антиподное противоречие наших воззрений в деле искусства и литературы и я скорее удивлялся случайному их совпадению в отношении Канни Карениной имеется ввиду письмо от 3 15 апреля 1875 года и письмо к Григоровичу от 1 13 февраля 1882 года по мнению Тургенева новый роман Толстого Анна Каренина оказался значительно слабее прежних вещей писателя это и манерно и мелко писал Тургенев Онегину в феврале 1875 года Тургенев письма том 11 страница 24 а что вы скажете Иван Сергеевич про Анну Каренину спрашивал Стасов в письме от 30 марта 11 апреля ведь жидко и слабо литературный архив том 3 Москва Ленинград издательство Академии наук СССР 1951 год страница 243 Один из современников привел в своих мемуарах любопытную беседу с Тургеневым о романе Толстого Сама Анна Каренина и Вронский неопределенно говорил писатель неизвестно считает ли автор Вронского ничтожеством или нет Конечно незачем чтобы автор сам высказывал свое суждение о действующем лице но необходимо чтобы лицо было очерчено вполне определенно между тем самый образ Вронского шатается Когда я прочел о намерении Вронского застрелиться я просто подпрыгнул на стуле так это было неожиданно и не вытекало из предыдущего Рядом с этим стоят однако замечательно художественные сцены как например описание смерти Николая Левина психологический анализ нередко утрируется толстым Залезание автора в душу под конец сильно утомляет Половцев Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе Царь-колокол Иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 год Страница 78 Господи думалось мне неужели я потерял столь до сих пор мне верный критериум того что я люблю и что я ненавижу а именно абсолютно противоположное мнение Стасова но я подумал что вы обмолвились в феврале 1882 года он писал Григоровичу что я очень полезен ему избавляя его часто от труда собственной критики когда ему Стасову что нравится я уже наверное наперед знаю что это мне противно и наоборот от этого всего далеко далеко до веселого светлого комизма демотовской сцены в начале 1875 года Тургенев очень сильно рассердился на меня за напечатание в пчеле отрывков из некоторых писем ко мне Репина находившегося тогда за границей все преступление Репина состояло в том что он осмеливался судить о картинах и фресках Рафаэля в Риме далеко впрочем не лучших его созданиях со своей собственной точки зрения не по общепринятому из древля шаблону о новом французском искусстве тоже не по общепринятой мерке и масштабу подробно инцидент с публикацией писем молодого Репина в которых художник резко отзывается о творчестве Рафаэля прослежен в книге Зильбернштейна Репин и Тургенев страницы с 67 по 71 Стасов напечатал в январском номере пчелы за 1875 год статью Илья Ефим Черепин где процитировал письма к нему художника об итальянском искусстве в них в ту пору не без влияния Стасова Репин писал например что вам сказать о пресловутом Риме ведь он мне совсем не нравится отживший мертвый город и даже следы то жизни остались только пошлые поповские только один Моисей Микель Анжела действует поразительно остальное и с Рафаэлем во главе такое старое детское что смотреть не хочется публикация Стасовым этих писем вызвала оживленную реакцию среди художников в письме к Полонскому от 9 21 марта 1875 года которая цитируется в мемуарах Тургенев не преувеличивал когда сообщал о растерянности Репина никак не ожидавшего обнародования своих частных высказываний «В Париже я был взбешен за письма напечатанные без моего ведома» писал он Стасову 26 октября 1876 года характерно что Репин спустя много лет не разрешил процитировать отрывки из этих антирафаэлевских писем в монографии Эрнста посвященной его творчеству и то и другое было невыносимо Тургеневу это нарушало все его привычки весь давно установившийся художественный его культ смелая речь и мысль молодого страстного рвущегося вперед Репина должна была звучать для него как преступление как святотатство он к тому же вовсе не знал что многие новые художники и критики Европы помимо наших начинают думать и иногда высказывать об иных созданиях прежнего искусства это все еще до него не доходило в блаженный его домик Репин должен был представляться ему непростительным смельчаком дерзким выскочкой еще более казался ему преступен я осмеливающийся печатать такие преступные мысли такую заносчивую критику мне сам Тургенев ничего не написал в начале но до меня доходили слухи выдержки из его писем в марте 1875 года он писал в Петербург Стасов как обухом съездил бедного Репина он ходил здесь в Париже как ошеломленный вот чисто медвежья услуга кто не писал глупостей на своем веку теперь это понемногу забывается но Репину здесь не ужиться ему говорю это с сожалением место в Москве где в его лице прибавится один новый непризнанный гений малый очень хороший но страстный нервный и с талантом очень умеренным Тургенев перестал уже таким образом находить как за четыре года прежде в 1871 году что у Репина талант большой и несомненный темперамент живописца ему несравненно выше казался Харламов за свой европеизм за отсутствие национальности и личной оригинальности он его признавал первым современным портретистом Европы увлечение Тургенева творчеством Харламовым относится к 1874 76 годам писатель отзывался о преуспевающем художнике виртуозно владевшем современной техникой живописи как о лучшем из портретистов в начале своего знакомства с Харламовым Тургенев отдавал ему явное предпочтение перед Репиным здесь проявились два замечательных молодых художника Репин и Харламов сообщал Тургенев 4-го 16-го апреля 1874 года из Парижа Аненкову второй особенно далеко пойдет Тургенев письма том 10-й страница 225-я однако утверждение Стасова сделанное в полемическом запале будто Тургеневу несравненно выше казался Харламов за свой европеизм за отсутствие национальности и личной оригинальности крайне субъективно и не объясняет истинных причин увлеченности писателя творчеством этого художника как справедливо утверждает Зильберштейн причины Тургеневского заблуждения ясны мастерство Харламова находилось на уровне той европейской живописной культуры которую Тургенев расценивал как наиболее прогрессивную успехи Харламова Тургенев рассматривал как начало приобщения русской живописи к достижениям западноевропейского мастерства Репин и Тургенев страница 74 примечательно например такая подробность Тургенев среди всех своих портретов в том числе и Репинского 1874 года выделял портрет кисти Харламова в письме Каненкову от 5 17 декабря 1875 года однако вот что рассказывает современник об отзывах Тургенева относящихся уже к весне 79 года видите ли говорит Иван Сергеевич добродушно нет ни одного схожего портрета на который бы я мог указать меня художники рисуют так как немцы рисуют львов выходит старуха в чипце а вот Харламов начал я он только махнул рукой то же самое Гнедич книга жизни воспоминания Петроград издательство Прибой 1929 год страница со 120 по 123 а в 1880 году Тургенев уже называет бесспорно самой интересной артистической личностью какая имеется сейчас в России художника Верещагина впрочем в 1882 году в письме к Крамскому Тургенев опять с большим почетом говорит про Репина и как про художника произведшего большое впечатление в Европе летом 1875 года я был в Париже на большой международной географической выставке и желая разъяснить хоть последние наши недоразумения с Тургеневым я просил его назначить мне свидание где бы нам можно было об многом и подольше поговорить он охотно принял мое предложение и мы целой компанией завтракали и провели полдня в августе месяце в одном ресторане на бульваре Гауссман Парижская встреча с Тургеневым в ресторане на бульваре Гауссман состоялась 29 июля 10 августа 1875 года об этом свидании Стасов вскоре писал поэту Голинищеву Кутузову сообщив что вел с Тургеневым бурный разговор перетрогавший все новое европейское искусство и в особенности непонятную Тургеневу новую школу русских художников новую и по живописи и по музыке Репин и Тургенев страницы 46 и 131 Тургенев привез с собою несколько знакомых помню только господ Жуковского и Колбасина день был такой жаркий и мы так разгорячились в споре что сняли наконец свои сюртуки и после завтрака спорили расхаживая по комнате на месте не сиделось много спорили и о репинских письмах но еще более о проекте памятника Пушкину Антокольского над которым тогда немало потешалась кроме Тургенева почти вся русская пресса с фельетонистами во главе Тургенев враг всякой новизны в искусстве всего более нападал на пьедестал состоящий из скалы вокруг которой шли по крутой дорожке вверх к Пушкину сидящему наверху горы все главные действующие лица его созданий Борис Годунов Мазе Парусалка и так далее Тургенев находил это смешным карикатурным нигде в Европе таких пьедесталов не делают Антокольский в 1873 в 1875 годах работал над проектом памятника Пушкину Тургенев узнав об этом возлагал большие надежды на его будущую работу однако модель исполненная Антокольским глубоко разочаровала писателя я нахожу его проект памятника Пушкину высшую степенью чепухой что Стасов хвалит наверное плохо писал он Жуковскому 10 22 мая 1875 года Тургенев письма том 11 страница 77 Что за шесть типов ха-ха-ха ха-ха-ха я отстаивал Антокольского и его поэтическую оригинальную идею ссылался на самого Пушкина и его чудное стихотворение осень и забываю мир и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением и пробуждается поэзия во мне и тут ко мне идет незримый рой гостей знакомцы давние плоды мечты моей и мысли в голове волнуются в отваге минута и стихи свободно потекут примечание Стасова Тургенев ни с чем не соглашался и только много раз сердито насмехаясь повторял шествие типов шествие типов наконец он до того рассердился до того разгорячился что надевая снова сюртук и прощаясь со мною весь раскрасневшийся и пламенеющий он хотя и смеясь и пожимая мне руку несколько раз прокричал мне враг 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 после этого мы поменялись несколькими письмами очень дружелюбными но когда год с небольшим спустя появился его новый роман новь там оказался выставленным в карикатурном виде наш всероссийский критик и эстетик и энтузиаст Скоропихин что за несносное создание говорит про него паклин вечно закипает и шипит не дать не взять бутылка длинных кислых щей половой набегу заткнул ее пальцем вместо пробки в горлышке застрял пухлый изюм она все брызжет и свистит а как вылетит из нее вся пена на дне останется всего несколько капель прескверной жидкости которая не только не утоляет ничьей жажды но и причиняет одну лишь резь привредный для молодых людей индивидуум в конце романа этот же самый Скоропихин знаете наш исконный Аристарх хвалит плохих безобразных певцов это мол не то что западное искусство он же и наших паскудных живописцев хвалит я мол прежде сам приходил в восторг от Европы до итальянцев а услышал Рассини и подумал эээ увидел Рафаэля эээ и этого эээ нашим молодым людям совершенно достаточно и они за Скоропихиным повторяют эээ и довольны представьте спустя год или полтора приличном свидании в Петербурге я спрашивал смеясь Тургенева меня уверяют многие что Скоропихин это у вас я правда Иван Сергеевич он в ответ тоже смеялся и сказал да конечно отчасти и вы но тоже и многие другие по словам самого Тургенева в образе Скоропихина заключались явные и нескрываемые намеки Настасова Тургенев письма том 11 страница 350 как пародию Настасова воспринимали этот образ и современники Аненков например ну хорошо но неужели Иван Сергеевич вы у меня только и нашли что несколько длинных капель на дне от которых только живот режет он он в ответ тоже только улыбался и кое-как отбояривался это было в марте 1879 года когда я пришел посетить Тургенева страдавшего от подагры и лежавшего на диване в меблированных комнатах на углу Малой Морской и Невского мы в это свидание опять повсегдашнему много наговорились и наспорились Тургенев был очень оживлен несмотря на болезнь и повсегдашнему утверждал что русское искусство куда недалеко ушло и далеко далеко ему до европейского особенно до французского искусства его фаворита но это свидание наше кончилось совсем не так как началось пришел навестить Тургенева Михаил Евграфович Салтыков которого я тут видел первый раз в жизни скоро речь пошла о Золя и последнем его романе Нана о котором тогда так много везде говорили я уже раньше слышал от Верещагина как этот роман не нравится Салтыкову и у нас тут же пошел о нем горячий спор мой оппонент ничего не находил в романе кроме цинизма и непристойностей роман Золя Нана печатался в газетах начиная с октября 1879 года Щедрин был непримиримым противником натуралистических тенденций в творчестве Золя в авторе Нана он готов был видеть чуть ли не бульварного писателя которым все офицеры и кокотки высшего света упиваются Салтыков Щедрин том 19 книга 2 страница 161 однако за исключением Нана и Западни Щедрин ценил роман Эзоля он старался привлечь писателя к сотрудничеству в отечественных записках об этом в работе Макашин литературные взаимоотношения России и Франции литературное наследство тома 28 и 29 книга 1 страница 31 Я, например, находил в нем много таланта и художественности Я ссылался как на судью на самого Тургенева Я спрашивал его неужели не талантливо и не художественно например хоть сцена старух играющих в кухне в карты в ту минуту когда Нана должна идти с отвращением на проклятую работу или, например, сцена обеда отставных куртизанок за городом Тургенев потягиваясь на своем диване соглашался со мною что это все действительно и талантливо и художественно Сохранившиеся свидетельства современников об отношении Тургенева к творчеству Золя довольно единодушны Золя Иван Сергеевич ставил очень высоко пишет Павловский в своих воспоминаниях как талант оригинальный и сильный хотя грубый и некрасивый русский курьер 1884 год номер 137 за 20 мая Половцев приводит более развернутое суждение Тургенева о характере реализма Золя Золя несомненно сильный талант но он впадает нередко в преувеличение и неестественность причина этого кроется в том что он склонен к меланхолии наблюдательность у него огромная но так как он сидит постоянно уткнувшись носом в стенку то почти ничего не видит от этого в произведениях его появляется деланность выдуманность и он вполне реально изображает лишь тот тесный кружок в котором он постоянно вращается Половцев воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе царь колокол иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 год страница 78 А Нана Тургенев отзывался резко «Кажется, я никогда не читал ничего столь непроходимо скучного как Нана писал он Флоберу «Какая убийственная пошлость какое нестерпимое обилие мелочей» Тургенев письма том 12 книга вторая страницы 160 и 369 Но ему гораздо еще интереснее был наш оживленный спор о Золя и он просто точно смаковал какое-то приятное кушанье ему было очень забавно очень потешно точно петушиный бой перед ним происходит В следующем 1880 году Тургенев приехал ко мне в гости в Париже как раз в самые мои именины 15 июля вместе с Гаевским они у меня пробыли несколько часов я ему рекомендовал молодого нашего гравера Матте только что присланного для усовершенствования в своем деле Академии художеств и просил его позволить Матте снять с себя и награвировать портрет я ручался что портрет выйдет очень даровит и изящен Тургенев согласился и скоро потом начались сеансы на даче у Тургенева в Бужевале судя по воспоминаниям Гнедича именно он заочно рекомендовал Тургеневу в 1879 году в Петербурге художника гравера Матте я обещал что Матте будет его гравировать по профильному портрету Бергамаски Гнедич книга жизни воспоминания страница 121 а также публикация Кузьминой Тургенев и Матте Тургеневский сборник выпуск 2 1966 год страницы с 316 по 321 но на этот раз беседа шла у нас всего более о Пушкине о пушкинских торжествах в Москве откуда Тургенев только незадолго перед тем воротился сначала ему не хотелось об этом распространяться так досадно было но когда он потом услыхал что я думаю о всем происходившем на открытии памятника судя по русским газетам он мало-помалу разговорился и рассказал как ему была противна речь Достоевского от которой сходили у нас с ума тысячи народа чуть не вся интеллигенция как ему была невыносима вся ложь и фальшь проповеди Достоевского его мистические разглагольствования о русском все человеке о русской все женщине Татьяне и обо всем остальном трансцендентальном и завиральном сумбуре Достоевского дошедшего тогда до последних чертиков своей российской мистики Тургенев был в сильной досаде в сильном негодовании на изумительный энтузиазм обуявший не только всю русскую толпу но и всю русскую интеллигенцию свое отношение к речи Достоевского о Пушкине Тургенев выразил в письме к Стасюлевичу от 13 25 июня 1880 года Это очень умная блестящая и хитро искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальше но фальше крайне приятной для русского самолюбия и к чему этот всечеловек которому так неистово хлопала публика лучше быть оригинальным русским человеком чем этим безличным всечеловеком Тургенев письма том 12 книга 2 страница 272 Это было последнее личное мое свидание с Тургеневым переписка между нами еще продолжалась но мы уже больше не видались с Тургеневым с Тургеневым подставка с Тургеневым с Тургеневым Продолжение следует...